Мир Дому Вашим! Мир Вам! Мир Дому Вашим! Мир Дому Вашим! Мир Дому Вашим! Мы хотели, чтобы вы побеседовали с ним? Да-да-да! Представьте! 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 Это иноритий Мишлавкин, кто знает, кто не знает, из России, Барнаула, проповедник, миссионер. Он объехал уже из Западной Европы и сейчас через Украину возвращается обратно в Россию и посетил нас. Мы знакомы с 30 лет. Яц Анатолий позвонил, мы решили на пару минут, кто его просит. И вот так мы до вас попали, случайно. Я тоже не знаю, я была на работе. Женка звонит, дает трубку, слышу голос знакомый, откуда, как. И на день же у меня дома. Я бегом с работы. Ну, мы там полчаса попали и сюда к вам. Перед нашей маршрут напряженный. Работаем, но как мы собрались, то какой вопрос задавайте. Добрый. Слава Богу! Я сейчас расскажу вам, что мы делаем сейчас. Коротко я скажу о себе. Мне 74 года. А я вас видела 10-го июня было. Да. Когда буду говорить, чтобы вы там запоминали свои вопросы, а потом перезадите. Вот я с детства знал, что есть Бог. Что есть рай, есть ад. Семья такая, что знали о Боге. Богородица делала радость. Но больше ничего не знали. Мать сказала, что грех, а крик никаких не было. Но я Бог от этого хранил. Нельзя выдавать, что Господь сохранил просто. А уже после армии мне в руки попало Евангелие. И попало, а через неделю так Господь привел. Я сознательно покаялся. 23 года обратился. Это 27 сентября 1962 года было. Вот 51 год идет. Моя жизнь решительно изменилась. В это время я учился в высшем мореходном училище, служил во флоте. Бог давал грамму большую. Я добился разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии на английском, я детском или консульском языке. С выходом загрались. А все это человечество мне ввело, я уеду, я там... А Господь показал, будет вот так-то. А раз сначала я говорила, началась первого дня христишь и жены неправильно принять, началась полоса гонений. Так что пришлось в 5 тюрьмах отбывать срок, за Слово Божие, в лагере. На 87-м нас 210 политзаключенных одновременно всех освободили по указу Презимину. Ну а тут оказалась ряда перестройка и очень большой спрос. Я знаю очень хорошо обстановку, думаю больше меня в Советском Союзе никто не проповедовал. Это невозможно просто. За мной в очередь стояли воинские части, отделы милиции, прокуратура. Я только скончаю, на машину в другое отделение. В школах по три класса один сгоняют, тут провожу уроки в следующий класс, там уже три класса вместе. Университеты, все техникуме, академгородки, потом вызвали в Америку, там проехали. Три радиопрограммы регулярно веду. То есть спрос невероятнейший был. И все говорить приходилось о Боге, о возрождении, о жизни. Тогда вопросов было много. И благодаря тому, что, видите, надо все принимать от Бога. У меня повреждение физическое на уши, я плоховато слышу. И мне вопросы задают, когда я на кафедре стою в университетах, студенты, вопросы в писанном виде. У меня накопились вопросы. Я одним отвечаю. Там записывают на магитофоны, там снимают на телевидении. Ну и хочется другим узнать, а нельзя это написать. И так родилась первая книга. И за ней вторая. И так 38 книг я издал. Это не просто книжки. Книга каждая 750 страниц. Отдельно мои беседы с Александром Менем. Их нигде нету, потому что это мы лично с ним на дому беседуем. И они записаны в аудио на нашем сайте. Мы дадим сайт вам. Их можно слышать, как мы сидим, он говорит, где засмеялся, там чай даже повешенный. А потом отпечатали это все. И вот так эти книги появились. Я оповестил в библиотеке всей страны. Ответ один. Содержание книг. Понятно, нужно, но финансирования нет. Я решил тогда книги эти дарить библиотеке. Дарить. А те разные, что небольшое, тысяча экземпляров всего. И вот в прошлом году мы проехали. Живем в Арнамуле, Алтайский край. От Сибирска по южнее. 240 всего городов. За три месяца, одну неделю. У нас график чрезвычайно приезженный. Даже он заправляет, а другой деньги платит. А этот уже трогает машину, тот на ходу в машину садится. Чтобы нигде. В 5 часов библиотека закрыта где-то. Мы за город выезжаем. В лесополосе где-то специально копаю под печку. Где как отдохнуть. С нами собака охраняет. А утром опять здесь. Библиотекари собираются. Где батюшки могут людей собирать. Которые знакомые батюшки. Ну на дому. И беседу мы все это записываем. И все это в интернете можно сегодня увидеть. А нынче мы предприняли большую поездку. Мы тогда доехали в прошлом году до Владивостока. И находка. В ту сторону и сюда до Москвы. То есть прошли севером и югом. Ну 240. Я 240 раз должен был переломить обстановку. Мы приезжаем. Я не званный, не гаданный. Кто меня знает. Я должен доказать, что книги хорошие. Потому что мы опоздали. Уже вышло постановление правительства. Книги не принимать. Где экстремистские наклонности. Она травит людей. Я должен не читающим мгновенно доказать. Что книги как раз зовут к миру. К любви. Что это не сектантские. Православные. Это я должен сделать 10-15 минут. И поэтому когда меня спрашивают. Как люди вас принимают. Я отвечаю. Принимают по-разному. Провожают одинаково. С любовью. С улыбками. Стараясь что-то дать и поцеловать. Вот сегодня это вообще. Вот Александр Севолодович Боле. Это все заснято. Потом будет в интернете. Это Господь так делает. И вопрос один. До этого мы прошли 56 сел. 56 сел больших районов. Заходя в каждый дом. Даря в каждом доме Евангелие. А кто придет. Это дом культуры. Мы заранее с администрацией договариваемся. Или на стадионе. Тем дадали Новые Заветы. Мы за два года подарили 30 тысяч. Евангелие Нового Завета. Это все покупали. Но Господь как-то так дает. Неизвестно откуда. Как будто с неба Бог посылает. И вопрос один. Вот до вас были свидетели Иеговы. Паптисты. Мормония. Ответите. Где вы были столько лет? Все разобрали уже. Патриарх Кирилл проехал до востока. Вернулся и говорит. Но мы ему не можем не верить. Патриарх, во-первых, не один ездил тут. И он говорит. Состояние нашей церкви духовное развалено. Вот вы не хотите, но это слова подтверждает жизнь. Я могу добавить, что патриарху показали не худшее. Он не заезжал туда, куда мы заезжаем. Там Освенцын, там Хиросима. Сектанты все разобрали. Тысячные собрания по 10-15 тысяч человек. Сколько детей и как идут. Упущено все. И вот в этой невыносимой разрухе мы начинаем трудиться. Привозим в каждой библиотеке. Я дарю книги. Вот сегодня мы подарили книги в Одессе, в Николаеве и в Доманевке. Если бы там нас не задержали, друзья, то сегодня четвертый пункт был бы у вас здесь, в Первомайске. Нам сегодня надо ночью уезжать, но мы остаемся, чтобы завтра в библиотеке у вас были наши книги. Как правило спрашивают, о чем эти книги? Коротко ответить о жизни. У нас лозунг, я начальник детского лагеря, организатор православного детского лагеря. Он был один в Советском Союзе такой. 40 лет. Без помощи государства. Ни рубля не дали. Тысячи детей отдохнули с родителями вместе. Ну давайте везде начнем делать. И вопрос уже решен один. Решен. Я подаю университет. А, допустим, только в одном. 17 лет я ни рубля не получаю. Почему? Плохое у них финансирование, а я несу слово Божие. 17 лет сотрудничать с тюрьмой. Я знаю, о чем они думают заключены. О том, что я такой же каторж. Ну давайте делать начнем что-то. Говорят, а вот сейчас евреи все перегнали, заели. Евреи правильно, не опровергают. Ну вот ко мне привезли еврея. Наум Израильевич. Он обратился через два часа. Стал православным сейчас батюшком, порученцем, патриархом. Пускай через каждого священника придет один еврей. В моем доме приходит сотрудник КГБ. Офицер. Делается батюшка. Они меня потом за него душат. Какую душу погубили у нас сотрудник офицера? Понимаете? Это Бог делает. Обращается республиканского масштаба работник комсомольский. Двоюродный племянник Суслова, главный вдохновитель коммунистических идей. Делается иеромонахом, с которым крышны голову отрезали. Это в моем доме он приходит. Ну давайте начинать делать. Я не при чем здесь, это Бог делает. Бог. И поэтому мы с этой миссией нынче поехали, решили проехать по всей Европе. Открыли шенгенские визы, пройти Скандинавию, Прибалтику и опустить себя вниз из Южной Республики. Азербайджан, Армения, Грузия. Везде оставляя книги, собирая людей в нашу диаспору. Но мы допустили небольшую ошибку по незнанию. Но эту ошибку Господь повернул на пользу. Поэтому мы когда видим что-то не так, мы все время молимся, дорогой едем. Из города выезжаем, молитва, молитва везде. И Бог как на крыльях нас несет. Шенгенская зона, это куда-то государство входит, там 14 государств, 15. Допустим, я зашел в Польшу, теперь дальше мне не надо открывать. Там только, даже не проверяют, едешь. Но наши братья-сербы не вошли в Шенгенскую зону. А мы решили их посетить. Мы завтра в Венгрии заезжали к ним. И нам никто не сказал, что эта граница пересечена. Они нам печатли, нас оттуда выкинули. Теперь нам можно заезжать только в Болгарию, Горуссию, а правда это будет. И заново теперь ходатайствовать об открытии визы. Но мы поняли, что, видимо, это не надо. У нас работает здесь еще почти 100 городов. Мы должны посетить здесь сейчас Ставрополь, захватить Краснодарский край. И снова пройти на Украину, пройти Симферополь и Крымский полуостров. Все города. Сумеем мы или нет, нам нужна помощь молитвенная. Мы ни в чем не нуждаемся. Чтобы помнили. Потому что нигде так нас не терзает, как в Украине на таможне. Это такие взяточники. Прямо рвут все. У нас все нормально. Польша вообще протолкнула. Германия вообще не смотрит. Все государства. Кроме... Я поэтому пробил... У меня трехтомник изданный. Толкование Нового Завета полное. С откровением. За 2000 лет впервые этот труд вышел. Я охранникам в одну. Уже три комплекта подарил. А каждый комплект 75 евро. Да слава Богу. И это как тараном пробивает дверь. Они там что-то покрутят. И езжайте отсюда. Все. Мы показали и подарили. Сейчас не знаем, как они нас выпустят. Мы примерно послезавтра должны выйти. У нас ставка в Ростовской области. Куда заранее пришли книги. Мы снова загружаемся. 20 комплектов по 38 книг. Вот. Мы так вот трудимся. Я проповедник бессионер 50 лет. Насколько это успешно, это мог бы решать. Ну вот мы собираем людей, где никого нету. Беседуют. И если храмов нету, отправляем в Кипейство. Ну вот там в России. Храмы Московской Патриархии. Вот. Если не могут они никого. Хотя было счастливое там. Храм какой-то построить. Люди ничего не знают. Но. Если будете просить священников. Просите, чтобы вас учили. Без научения народ тёмный. Вам ничего не будет. Вот сейчас нас провожало. Родного. Брата Александра. Знакомая. Помощница была. Её совратили иеговисты. Свидетели Иегова. И она пришла навстречу. У них там. Лидия звать кажется. Ну немножко я поговорил. У неё сокрушённый такой вид как бы. Я говорю. Не трожьте. Её нельзя переубедить. Это другая сторона. Это уже запредельно далёкая, далёкая от истины. Она не может голову повернуть. Она прописана в другом месте. Единственное, что вы можете плакать, молиться, подавать вместе с ними. Примите её как сестру пока. Она стоит. Начинает. Троица никакой нет. Иисус не Бог. То есть богохульство. Надо перетерпеть. Надо рассказать. Я ей места писания некоторые привёл. А уже дальше так Богу даст. Я всего с ней там минут 5-7 беседовал. Где-то. Православный ничего не знает. Другая у неё знакомая. Пятидесятики была. Совсем ушла. Но он стал с ней говорить. И она повернула назад. А уже пришла домой иконы снимать все. Иконы идол. Обешеный син. Он говорит, не повернёшься никуда. Человеку надо показать. Иконы идол. Это совершенно разные. Иконы это икон. Изображения. Они были в храме Соломона. В храме Зарававерево. Были. А то есть Икейль. 41 глава 17 стих. И Христос пришёл в этот храм второй. И говорит, дом мой. Он не сказал это капище. А там были изображения от пола до потолка. Внутри и снаружи. Иконы. А они не понимают. И когда рассказываешь. Они начинают задумываться. Вот иногда люди удивляются. Знаете, как я обеседовал. А ты поговорил. Он стал другим. Моей работы тут никакой нет. Я просто воздух сотрясал. Это Бог делает. Я был в Москве в прошлом году. И там около храма Христа Спасителя. Есть Никола на Берсенёвке называется. Игумен Кирилл Сахаров. Можно кто-то слышал. Очень хороший. Батюшка. Московской Патриархии. Он сразу стихарь на меня. И пришлось говорить проповедь. Римлянам 8-9. Страшные слова. Конечно, они не каждого пробивают. Там написано так. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. То есть можешь быть священником. Можешь быть патриархом. А Духа Святого не имеешь, ты не Его. Ты можешь причащаться каждый день и в Аду оказаться. А как это выразить? Как Серафим Христовский сказал, стяжание Духа Святого. Это главное. Слышать голос Божий. Жить для Бога. И тогда Бог побуждает делать не фигурально это, а в подлинном смысле соединяясь с Богом. Когда Серафима выводили, он в такой пространстве был. Неужели служба закончилась? А тут когда же служба закончится? Это разные уровни. И человека надо учить молиться. Как молиться? Молить по трех степеней. Первое – это просительное. Там мусульмане на этой ступеньке стоят. Там буддисты, там коммунисты, там все, кто просит. Ну коммунисты тоже дети. Отправляют в Чечню. И он в храм бежит, свечку ставит. Господи, только бы не убили. Это молитва. И Бог отвечает. Это первое. Надо выйти с этой ступеньки дальше. Второе – это благодарение. Написано «За все благодарите». 1 Фестивалькистам 5.18. За все. Я просил, а получилось совершенно наоборот. Ты благодари. Это ты думаешь наоборот, а Бог как раз и сделал карман дырявом, чтобы денег не было, чтобы ты не напился. Понимаешь? Ты не знаешь, что ты говорил, да будет воля твоя. Вот его воля исполнилась. Так, вот мне звонят из Германии. Я в Воронеже живу. У нас внук один. И вот операцию на сердце делает. Помолитесь. Я пришел, молитесь в Германию. Мы вот слышали вашу молитву, Бог отвечает. Да откуда мне знать отвечает? Ну я помолюсь. Но я знаю, с чем закончится молитва. А чем закончится? На второй минуте операции ребенок угрет на столе. Да вы что? Ну я ему говорю. Ну молиться или не молиться? Молчание. А откуда вы знаете? Да я ниоткуда не знаю. Я просто говорю, может быть такой исход. Я буду молиться, чтобы воля Божия исполнилась. А его волю я не знаю. Вот и все. Как Давид, 118-й церковь, 164-й стих. Это мой эпиграф. Там написано так, семи кратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Нужно научиться не меньше семи раз молиться. Иоанн Златоуз говорит, у царя Давыда были государственные заботы. Псалмопевец. И он семь раз в день. Мусульмане пять раз намаз совершают. Мы семь раз. А что такое раз? Я нигде не нашел. Я его сам составил. Это три святоя и сто поклонов. Десять поклонов. Знаете, четкие есть. Божией Матери. Христу Божией Матери. Ангелу Хранителю. Леону Хресителю. Иголу Чудотворию. Святым Пророкам. Небесным Силам Апостолам. Святым Мученикам. Святителем Христову Женному Делу. Сто. Вот это раз. Это, самое мало, семь минут. Провед какое-то время. Там сейчас полтора стань снова на молитву. Ты молись и о правителях, и священниках, и родных близких. Не лежи. Не спи. Бог не для этого дал жизнь. Вот по домам проходим. Заходишь и на раз. Бабушка лежит. Баба, что ты лежишь? Да не могу. А где дети? Да вот внуки уехали. И ты лежишь. А ты знаешь, что президент наш полетел в другую страну? Нет. Я тебе говорю, вставай, будем молиться, чтобы его не убили там. Давай. Вот теперь ты знаешь, что есть церковь? Да я знаю, я ходила. А ты знаешь, батюшка, как нуждается. Патриарша сейчас полетел в Иерусалиме, а там стреляют. Надо помолиться за него. Давай помолимся. Расшевели. И больше, чтобы я тебя не видел лежащих. Мне 74 года, у меня жена за 46 лет она не видела, что я лежу. Ни разу не видела. Прислонись маленько, минут 15 подремлюсь. Сидя, иначе у тебя мозги спекутся. Я вас учу, как жарить, как варить. Все. И баба зашевелилась где-то. Представитель света. Вас угнетают. Да, вот неправильно свет не проводят. Помолись, завтра свет будет. Свет Христос. А с этим светом, другой придет или не придет, это не так важно. Людям нужно дать возможность прямо ко Христу обратиться. И третья ступень. Первая просительная. Вторая идет. Благодарение. И третья. Словословие. Я ничего не прошу. Я только славу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспущите руками народы. Как говорится. И Сыну и Святому Духу ныне присны во веки веков. Аминь. Вот на эту третью ступень надо все время пытаться зайти. Почему в церкви молитва так перемежается. И просительная, Господи помилую. И наши благодарения, и славословие. Как святые составили литургии и моления всех. Мы должны оценить величие православия. Это людям надо дать понять. А понять это можно тогда, когда ты войдешь в это, будешь жить. Вот начинают говорить, вот такие сектанты. Они там такие, гонившие. Это противоположный будет тебе эффект. Я всегда говорю, они очень хорошие люди. Я сидел, были эговисты со мной в лагере. Они не пьяницы. Они не курят. Они хорошие семьянины. Хорошо работают. Но они не церковь. У них нет священства. У них нет таинства. И поэтому все остальное хорошее, оно становится нехорошим. Поэтому мы-то православные должны правду говорить. Виноваты в том, что у нас сейчас есть. Вот ваш сахарный завод закрыли. Виноваты мы. Потому что из сахара брашку варили. Куда все гналось. И Господь положил предел. Благодари Богу, что закрыли. А не ровщи. Так плохо. Безработица. Сначала вас благодарили. На вторую ступеньку поднимись. А потом Бог покажет славословие. Тебе жить-то осталось два дня. А ты ручишь. Что ты делаешь? Ты приготовься к исходу с этой жизни. Помни, последнее твое во век не согрешишь. Это вот. На этом настрое надо жить. Ежедневно. Реально. Вот мы выезжаем сейчас из города из Калюбо. Они на переднем сиденье сидят сзади. Так. Город проехали. Начинаем молиться. Каждый день едем дорогой. На ходу псалты. Читаем Евангелие. И совершаем правила утром. Это обо всем молимся наизусть. Псалмы 50-е, 90-е, 120-е. Прочитаем. Вот. Нам Бог положил это на сердце. Позаботиться о русском народе. А о русском это значит и украинцы. И видите, немцев захватили, чехов. Вот. Если Господь благословит, то наш этот путь должен закончиться к сентябрю. Вот брат Виктор снимает. Он учитель. Ему надо вернуться. И как это будет, не знаю. Только мы всех просим поддержать молитвы. И когда мы начинаем, вот последнее где-то было у нас там выходили. Ну насели на нас. Мы не можем не выехать. Паспорта отобрали, мы сидим. И он там ночью уже там, начальник там может что-то звонит с кем-то. Я говорю, никому он не звонит. Мы тогда встали и стали молиться. А они смотрят на нас. А вот встали, помолились. Возди они рук подняли. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых Господи. Молящихся на небе и на земле. Соедини нашу молитву с молитвами всех, кто молит за нас во благо нам. И услышал молитву о всех, кто заповедовал нам молиться они. И в кабину садимся. Они сразу зашевелились. Документы отдали. Я пошел поговорить с ними. А никого уже нет. Главные начальники, которые вытягивали деньги, они куда-то спрятались. Я говорю, вот я вам дал Новый Завет. Вы не думайте, что вы отобрали. Я подарил его во имя Христа. Поэтому никогда не говорите, что вы такие умные и отобрали у нас. Я подарил. Ну так и скажут. Все, до свидания. Благословляйте нас. А мы вас благословляем. И они эти слова впервые слышат. И ночь. Ну и даже ехали, ехали, ехали. Где-то остановились все-таки. А там в Молдову уже вошли. Там нас еще потрепали. И вот наконец мы на Украине. А вчера попали в Приднестровье. А там стоят эти БТР. Не пропускают. На другую дорогу. Такая проверка. Все записывают. Там книги. А у нас документов. У меня 160 документов только. Я издатель. Какие библиотеки подарены. Книги подарены Путину. Лукашенко. То есть. Центральная библиотека Ленина. Историческая. Все библиотеки. В Варшаве. В Вене. В Братиславе. Софии. Ну смотрите. Они ничего не смотрят. Его деньги чтоб я дал. Денег не дадим. У нас нет. А книги не считаются за взятки. Поэтому я их дарю. Заранее объясняю. И вот если я подарил, допустим, 10. На меньше комплектов подарил. Меньше. Семь. То три из них на все страны пришлись на Украину. Не пропускают. Я тебе тремя томами буквально прошибаем дверь и едем дальше. Вот еще не выехали. Четвертую придется дарить на выходы. И вот брат Александр привел познакомиться. Мы приехали. Может вопросы будут. Тут коротко с чем мы занимаемся. Как Бог это примет мы не знаем. Но отзывы есть и люди, которые обращаются через это. Один говорит. Я дьяконом был. Уже совсем ушел было к баптистам. Но ваша книга попала. Я сразу вернулся к православию. У меня отдельная книга. Это миссионерская работа. Как работать. Вы может слышали такого архимандрит Юрасова? Да. Он неоднократно к нам приезжал. Мы кастает. Мы идем дорогой. А я ему рассказываю. Он говорит. У вас пощупать можно слова. Это надо печатать. Но мы говорим. Ну схоластика. Баптисты возникли тогда. Да не это надо. Хотя это тоже нужно. Нужно сказать о том, что без церкви нет спасения. Им о Христе не надо говорить. Они лучше нас знают. Баптистов не надо учить любить Библию. Они нас научат. Но они не церковь. Вот священники. Я их спрашиваю нашим. Скажите, что самое ценное в православный век? Ну что? Мощи наверное. Вот ты скажи, ты дожились. Мощи наверное. Вся мощь в мощах. Самое ценное у нас на пальцах присчитать. Первое. Это священство, имеющее рукоположение топорских времен. Оно через них таится. Это на первом месте. Куда епископ, туда и народ. Игнатий Богоносец говорит. Второе. Это каноны церковные и толкование святых отцов. Вот самое главное, ценное, чего у сектантов нет. И это мы должны дать им. Об этом уже нашему силу. Молиться. Открывать. Ну Бог открывает кое-кому дверь. Я свидетель этому. У меня было в жизни много таких чудесных событий. После выступления, буквально все приходили в церковь. Слушатели. Это сделать нельзя. Переубедить нельзя. Это делает Дух Святой. А мы только слова произносим. Вот мы с этим приехали в гости к Вам. Пусть сейчас зададут какой вопрос. Стоит богато. Скажите, пожалуйста. У евреев есть синагоги. Это же не церковь. Это просто клуб. Я так правильно понимаю. У евреев есть синагоги. Это церковь или клуб. Клуб перед всякой синагогой еврейской. Евреи молятся в синагоге. А Златоуз говорит, синагога есть церковь сатаны. Вот. Все. Я не могу другого ответить. Потому что это не мои слова. Меня привлекать к ответственности не за что. Это говорит он. Ко мне на занятия в университет пришла еврейка. И первый вопрос она задала. Скажите, а что? Синагога по-вашему это служительство сатаны? Я говорю, святой Иоанн Златоуз. Патриарх Константинопольский. Говорит эти слова в восьми своих словах. Почему? Пришел к своим, а они его не приняли. Обещанного Мессию они распяли. И они делают все возможное, чтобы люди не уверовали. Но это люди, которые нуждаются в нашей заботе. К евреям особый подход. Вот иногда люди, благослови батюшка, благослови. А ты знаешь, что такое благословение? А кто благословил? Благословение, если ты не знаешь, оно несет от Бога тебе благодать, чтобы у тебя было все для спасения. Это благословение. У тебя будет нормально в огороде, там скотина, но все ко спасению. Напротив, это проклятие. Проклятие, это все у тебя сгорает, рушится, жена выкидывает, не рождает там. Ну все против идет. И вы хотите благословение иметь? Да. Первое благословение в Библии, первое. Никогда не проклянай евреев. Никогда не проклянай евреев, запомни. Почему? Господь говорит, благословляющий Авраама будет благословлен, проклинающий будет проклят. А тащи слова. Это говорит Бог Иегова. Он спросил, как тебе имя? Иегова, иерра. Ну, Библию, кто считает, знает, так написано. Евреи не проклянай. А что же это делать? Они ограбили Россию, это Березовская. Все правильно, ты говоришь. Но они и Христа не приняли. Но у нас сокровища больше есть. Вот я издаю книги, а у меня минимальная пенсия. Мне не давали работы. И помогают евреи, банкиры, по изданию православных книг. Это вообще для людей непостижимо. Как евреи, а у меня отдельно три тома, только про евреев написано. Разбираю Талмуд, и что о них говорено было за 3600 лет. Это в моих книгах 38. А отдельный том, это я разбираю Коран. Все суры аятов в сравнении с Библией. За 1300 лет что сказано было о них. Святые, которые что о них говорили. Это громаднейший материал. Вот первое благословение, второе благословение. То есть благословений много. Но последнее, это первое, не проклянай евреям. И последнее у Малахии написано. В Ветхом Завете. А вот сейчас вы услышите, и придется вам задуматься. Имеете в это благословение или нет. Господь говорит, проклятием вы прокляты весь народ. А народ отвечает за что? За то, что не платите десятину священству. Так вот чего вы платите? Ну смотри, какой толстый у него и машина, и все. А мне тебе не рассуждать, а платить надо. Ты заплати. И Бог говорит, а не открою ли я небо? Не пролью ли милости, как из рога забили для тебя? Десятины. И тогда торговли в храмах не надо. Почему? Вполне достаточно. Вот у нас торговли никакой нету. Мы покупаем сами воск на пасеке чистейший. Жены такие, которые живут свято, они льют воск, свечи, свечи пачки лежат благоухающие. Мой брат, он платеерей, он ставит сколько надо. У нас шевелений никакого нет. Копейка не появляется. Здесь у нас налоги. Налоговый не может взять. Они нас трясли, трясли. Ну вы же православные. Ну у вас же должен быть доход. У нас в крещении, там все бесплатно делается. Но платят десятина. У нас нету движения, денег не копало. Нулевое. Все. Один раз мы установили порядок. Но это очень трудно. Мы до крещения готовим от 3 до 5 лет. Говорит, надо катехизация. Сколько? У нас 450-500 часов. Каждому дается 2 поручителя. 3 года помогают, наблюдают. А потом в церковное собрание, в приходской совете 10 человек голосуются, расспрашивают их поручителей. И батюшке даем рекомендации. Это рекомендательный характер. Бывает так, что за крещение проголосовало 3 человека. А против 7. Ну а батюшка должен решить. И вот приехали из Германии, приезжают к нам креститься. Только в полное погружение. Только. И вот приехали креститься. Ну и проголосовали, что не готовы. Но в течение одного дня обстановка изменилась. Мы батюшке уже данные отдали. Завтра будет крещение. Но стали беседовать дальше. Она сидит плачет. Плачет девушка, которая... Представьте, все приехали покрестились, а она не крещенная. И теперь мы уже с ними, со всеми беседуем. И решили это дело как раз переголосовать. Я поехал к батюшке и говорю, так и так, батюшка. Мы решили, что все-таки можно ее покрести. Дальше вот на дерево. Ее покрестили. И она сохранилась. Ее сияющее лицо, когда она вышла из купели. Крещение какое-то. Мы не догматики. Мы можем менять свое мнение. Но в пределах канонов. Каноны – это строжайшие. Это неприкосновенные. Каноны нужно знать. Каноны – это вехи на пути в Старство Небесное. Вот у нас посты никто не нарушает. Мы этого не знаем. Бывает посты идут. Батюшка, у меня гастрит, молочко. У нас батюшка сразу объявляет, что никто не подходил. Никто не подходит. Если пост нарушен, я два года отлучил. У нас один бороду подправил. Пока борода не отрастет, в коридоре стоит. У нас это очень сложно. По всем канонам. Это каноны. Все. А значит, нас тоже пролетили. Любое селение. Должно в первую очередь, чтобы священник имел за что жить. Учитель и врач. Правда? И вообще есть, что в каждом населенном пункте священник должен питаться за счет подаяния людей. Да. Священник, врач и учитель. Она называется святая божественная десятина. И принесли груды и груды. Вот вас раз, два, три, четыре, пять, десять. Все. Уже они прокормят. У него десятина получилась по десятиле. Такой же, как у всех. Для нас даже объяснять не надо. Все люди это знают. А оглашенных уже платят десятину. Со всех прибытков, что у него есть. А еще один вопрос можно задать. А как это организовывается? Что? Как это у вас организовывается? Это объявляют? Ну как? В первую очередь обращение. Люди обращаются. Объявление в городе Павлюшино. Там-то, там-то православные ведут изучение Библии по толкованию святых отцов. Но один прочитал сектанты под православных подделываются. Ну я пойду и разберусь с ними. Пришел и остался. Пришел и остался. У меня было такое. Услышали там одни. Двое обратились. Они из Тамбова пристали в Парнаул. Как так? Наши люди ушли. Трое приехали. Трое приехали. Все остались. Тогда приезжают еще остальные. Больше приехали. И эти все остались. Дошел и возвращается. Людям нужно показать. Вот даже мусульманам, евреям. Они хорошие люди. Но со Христом лучше. Со Христом лучше. Нам с мусульманами равняться нельзя. Они не пьют. Посмотрите, как они благочестиво одеты все. Ну посмотрите. Какое послушание жен. У них спрашивают. Ну, выходит замуж. Сколько у вас не девственницы? Они говорят. Все 100% девственницы. Подальше. Его спрашивает тетерюбер. Шестнадцать лет. У него. Отец погиб. Он говорит. А твоя мама сейчас будет еще жив. Мужиком это. Заражен. У тебя сестра 15 лет. Она будет гулять вечером. Заражен. И вот и все. Больше ничего. Он заражен. Он больше ничего не знает. И нет. У нас в восьмом классе уже девушку трудно найти. Нам надо не хвалиться, а учиться. Вот. Начинают против алкоголя. Давайте до 16 лет не продавать. Жириновский выступает. Это надо в магазине в дальний угол поставить. Но там бутылку не найдут. Я выступаю в интернете. Говорю. Вам никогда это нельзя. Только мусульмане. У них смертная казнь. Кровь шайтана выпил. Их арестовали. Приехали. Сколько? 15 человек выпили. Разобрались сразу с ними. Приехали англичане. Строят там какие-то дома. Их под расписку взяли. Чтобы никакой брашки ничего не делали. Иначе тебе такое. Ну а там стражи исламской револьности пришли. А они подвыпившие. А почему вы это сделали? Тем более еще звезда не зашла. Выявили. Арестовать. А сколько? 80 человек. Всех арестовали. Так это подпись ваша? Ваша. По 40 ударов палкой на площади. По 40 ударов дали. Теперь с каждого 20 тысяч евро высчитать. А арестовали на 2 года. Через каждые полгода на площади. И снова по 40 ударов. Так он до дома подивился. Пятками земли не доставал. И все. Заходит этот жильдер в порт. И лоцманский корабль встречает. И буфет не опечатан. Это территория того государства. Нидерланды. Его спрашивают. А почему буфет не опечатан? Да как они насмотрели. Капитана с корабля сняли. Арестовали. Наложили штраф. И корабль ушел без него. Ему 2,5 года. А они не шутят. У них очень серьезный закон. Это я сегодня православный. Могов мусульман. А из мусульман назад возврата нету. Это считается смертный грех. А ты обязан умереть. С ними шутить не надо. Я говорю. За 2000 лет их никто так не любил. Как Даниил Сысоев. И поплатился жизнью. Это был настоящий святой. Вот меня спрашивают. Канализируй. Его не надо канализировать. Он святой. Он мученый. Он сам говорил. Минуя бытарство попасть в царство Христово. Это был настоящий, мужественнейший человек. И толковать тут даже не очень. Ну еще один вопрос можно? Громче, громче. 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 Я на полю кричу. Дело в том, что сейчас у нас идет вопрос за коды. Чтобы мы брали паспорта. Я понял вопрос. Вот это. Как поступить? Вы ездите по разным странам мира. Знаете, я вам сейчас скажу. Когда это наш сайт. Васюшки. Наш сайт. И когда на него зайдете. В верфу там написано православный хор был Игнатий Аладкин. И вот книги на город. 1400 тел. На сайте на этом 50 книг моим голосом насчитано полностью. Глотову 12 того. 12 того жития святых. Пятому удовлетворю. Архипелагула. Библию. То есть в мире нигде нет такого сайта. Это наш самый большой православный сайт. Вы знаете что-то в интернет входить. Так у вас выход в интернет есть? Нет. А ты сейчас руку тянешь? Да. Только у кого выход в интернет? Выход в интернет только у кого? Нет. А выход в интернет? У меня там машина. Больше нет ни одного. Я потом дам. Ну правильно. Они дадут. У кого нет. Ваш. Вот он достает уже. Он достанет. Теперь послушайте. Ваш ответ. Если вы зайдете на наш форум. Вот он знает там. Там полный ответ. Более полного нельзя дать. Что об этом говорит патриарх Кирилл? Что говорит патриарх Алексей Второй? Ну мы читаем мир там. Прямо. Матушка я не ответил еще. Прости. Что об этом говорит Осипов? Ну знаете. Прости. Что об этом говорит Иоанн Кристианкин? Китай. Не просто слова. А он сам стоит и говорит. Видео. Но я ссылаюсь не на это. Хотя мы должны внимание брать такие люди нерядового. Что Андрей там Кураев говорит. В чем то он где то как то. Но он очень много хорошего говорит. Он приезжал ко мне в Барнову книги у меня покупал. А я ему подарил их. Даже и не сам пишет книги. Я говорю. Приехали. Представьте. Это Бог делает так. Так вот. В Москве только храм вот этот на Берсеневке. Игумен отца Кирилла единственный. Который на меня не принял. Все приняли. Он один. Они мне звонят. Что делать? Я говорю. Сколько можете. Держитесь. Уплитесь. Ну уж совсем нельзя. Тогда примите. Но это не печать Антихриста. И решение Синода определенное. Безразличное. Принимаешь ты или не принимаешь. Но ты знаешь. Что это приближает все время к посолению Антихриста. Это определенно. Это четко. В конце концов. Чип. И мы под полным контролем. Это все от Осипов Алексей Ильич подробно. И Смирновов отец Дмитрий. Да. Объясняет. Услышали таких людей. Так. Паспорта. Посмотрите. Говорят. Биометрические данные. Там заложены. Чтобы получить залубежный паспорт. Вот. Биометрические данные. Внимаем. Я покажу вам этот паспорт. Угу. Вот. Это зона заграничной паспорт. Но в Англии там отпечатки пальцев. Просто дактилоскопия называется. Здесь другое. Вот это вот паспорт. Посмотрите. Ничего нет. Но здесь есть маленькое. Где заложено все. А вот они когда фотографируют. Они оболочку. Радужная оболочка. И они по ней сверяются в компьютере. Вот так. Интересно. А шельгенскую зону вот так. Три шестилы. Еще и нет. Вот. Это шельгенская зона. Вот. Открыто где. Где мы заезжаем. На Украину они везде штампуют. Вышли из Беларуси. Опять зашли в Украину. Все. Паспорт. Я объясню Ефрем Сириум. Что означает печать? И почему на правую руку и на чело? Чтобы человек не мог совершить крестное знамение. Смотрите. Я совершаю и кланяюсь. И целую святые иконы. Получившим печать он не может перекрестить. Это уже перед Сириум Святой говорил. Да. А почему? Это отвержение добрых дел и неизгладимое начертание образа внутри почитания его за Бога, антихриста. А его еще нет. Он не пришел, а печать ставит. Как это? Так не бывает. Печать бывает тогда, когда власть оформилась и ставят печать. Печать не может раньше прийти власти. Но это Осипов все объясняет очень подробно. Так что здесь надо понимать, это не безразлично. Но необходимость, тем более я делаю это не для себя. Никак она не повлияла. У нас зачипирована только одна собака. С нами собака есть и ищем поставили. Без нее не пропускают, что именно наша собака. Мы нигде не допустим на племя и прочее. И так, если по-хорошему, они даже по сигналу она потеряют. Это они сейчас ее раз и нашли где-то на пустах. Все. Все. Это не играет роли на спасение. Ну, не верите, что я сказал, то подробно описано из святых отцов на нашем форуме. Все. Что говорил Кирилл Унсалинский об этом? Андрей Кесарий Кападокийский. Но если ты это не признаешь, у меня данных никаких нет. Написано, что он будет ставить. И нельзя будет ни покупать, ни продавать. Ну, у вас этого нет. А вы ходите, покупаете, продаете. Ну, явно и то. Вот. Я могу покупать, продавать. У меня печать от вещества. Если так рассуждать. А я как раз и не покупаю ничего. У нас мешок сухаря, я воды набираю. Мы ничего не покупаем. Вообще в магазин не заходим. Черешни нам надавали. Вот там батюшка, матушка меду нам дала. Сейчас у него были. А другие, которые ничего не имеют паспорта, каждый день они ходят в магазины. Не пойдешь. Не купишь. Все будет поставлено на контроль. В Америке сейчас идет так. Садишь помидоры. Ты должен прийти и сказать, сколько кустов. 45 кустов. Все, ни одного куста, чтобы больше не садила. Ни один человек, чтобы тебя больше не мог взять. Кого держишь? Сколько тебе? Дышили три коров. Четыре уже держать не будешь. Это там уже в полотную подошли. Детей отнимают юминальную юстицию. Два миллиона шестьсот тысяч детей во франции отняли уже. Это новое поколение манкуртом готовят. А почему нет? Меня спрашивают. Ну а как комбинарные шестьсот? Детями не занимаются. Будут заниматься антихристами. Надо воспитывать. А почему они не занимают детей мусульманами? Ни одного ребенка нельзя. У цыган не изъяли. У Игоря не изъяли. Вот ты. А у русских все. Православные. Самые сильные и крепкие православные. Не понял. Православные крепкие и сильные. И там сильно. А там сильные. Там у протестантов снимают. Детей отнимают. Мусульман нельзя трогать. Разнесут все в пух и прах. Нарисовали какие-то карикатуры там на Мухаммада. Все посольства, все гранят, товары закрыты и нигде не пройдешь. А у нас нужды нету. Показывает поганый фильм про Христа Скорцезе и искушение Христа. Ну и никакой нужды нет. Хотя помолитесь, чтобы Бог закрыл им глаза. А у них так. Написали сатанинские стихи эти где. Редакцию сожгли, редактора убили, все кончилось. И больше их нигде не печатали. Даже Советский Союз, такая держава, не напечатали ни разу. Самые наружие, они под особой охраной где-то держат. А они по-своему, я не хвалю, нет. Мы православные, мы убивать не можем. Но мы можем плакать. Мне говорят когда-то, ну а можно ли с мусульманами мир? Можем. Когда мы будем знать Библию, а не Корану. Я по Библии должен умереть, а он по Корану должен меня убить. 5-20 по Корану. Все, мир наступил. Я в Сарстве Небесном, он остался на земле. Больше ничего не надо. Ну а если их можно как-то сделать так, чтобы они покорились, приняли веру? Нельзя. Можно убеждать только как Даниил Сысоев. Вот он знал. Короче. Простите, пожалуйста. Вот я читала книгу Даниила Сысоева, которая называется «Гражданин Неба». И там у него такое написано, что человеку должно быть все равно, где он живет. В Америке в однокомнатной квартире или в России в однокомнатной квартире. Как это сообразуется вот с властью царя, самодержавием, поданным и так далее. Так, понял вопрос. В первую очередь, ни о каком самодержавии нигде в Писании мы не считаем. Мы знаем только то, что в Священном Писании, первое послание к Коринфянам, 10 глава 6-11 стих, запишите себе, 1 Коринфянам, записывайте, 10 глава 6-11 стих. Перед этим, Павел 6-11, 2 стиха, он перечисляет события Ветхого Завета. События такие страшные. Когда роптал народ и 23 тысячи юзашей, Бог убил сразу. И говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Это написано для достигших последних времен. Так вот, в Священном Писании написано, народ стал просить царя. И Бог дал. Это сделался диктатор. Он город Священнический, но он стер с лица земли. Саул, это тесть царя Давида. Он гонялся за псалмопевцем. В какое счастье, что он не догнал его. Наших псалмов этих не было. Мы бы не научились бы плакать. И поэтому ни о каком самодержавии Библия не говорит. Нужно, Бог поставит. А что Даниил Сысоев сказал? Дай Аминь. Разницы никакой нет. Никакой. В одна комната я или бомжом завтра пойду. Главное, чтобы я не роптал и продолжал работать. Представьте ситуацию. Хорошо, когда у батюшки в свой доме. Он живет. Батюшку мы сегодня с собой забираем. Он согласен. Вы отдаете его нам, нет? Нет. А представьте, епископ. Епископа все любят. И к нему подходит одна женщина и говорит. Владыка, у меня сын, это ведь в этой компании, это чеченская, взяли в плен. И требует денег. А он говорит, а сколько требует? Ну, она сказала, сколько? 30 тысяч евро. Я, к примеру, цифры называю и те перевожу. Он подумал, где же помочь-то охота. И он тогда вышел, где рабов продают, встал и стоит. Ну, его считают за раба, один подходит. А кто тебя продает? Никто, я сам себя продаю. А сколько просишь? 30 тысяч. Да ты же старый, ты же ничего не можешь делать. Я могу многое делать. А что ты можешь делать? Я могу виноград выращивать. Я садовник. А этот подошел, говорит, а мне как раз садовник нужен. На 30 тысяч. Он передал вдове, иди выкупай сына. А сам пошел в рабство. Я на батюшку и сказал, мы его забираем. Смысл какой. И вот теперь там он работает, а тут все приглядывается к нему. Наконец заговорил, я вижу, ты непростой. Ты кто? Он согласился, стал ответить. И говорит, я епископ христианский. И дальше что было? Обращается весь тот дом, ну вот и все. Надо с тобой пожертвовать. Надо многое отдать. Вот в России 17 тысяч сел исчезло за 15 лет полностью. Стерты, их нету там пустырь. Мы получили участок земли, получили статус. Первый делал храм, государственная школа. И вот один теперь на православных основах. Поселиться может кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А теперь с ними работают. В воскресенье все до одного храма. Пост никто не отрушает. И теперь, когда я в краевой администрации стал говорить, они говорят, только у нас тут ни одного нету поселиться. Мы все лжем статистики, отчеты даем. А теперь курят, мужики все матерятся. Тут ни одного нету для вас. Я говорю, ну вот так и трудно дается. Мы можем дать пригласительные. Ищем соратников, кто желает. Милости просим. Мы надо самому построиться, самому завести хозяйство. Но как? Как шел Ермак, Хабаров. И никто там не готовил ничего. Еще надо было строить и строить. Отбивать. А сейчас не надо. У нас электричество уже подведено. Даже интернет есть. Все верующие. Вот спрашивали, как можно этого добиться? Трудно. Очень трудно. Потому что Арсений Великий говорит, на небе тысяча аргивов и одна воля. На земле тысячи человек и тысяча воли. Вот так вот все это. И надо починить к одному. Это Арсений Великий говорит. А чтобы так были все к одному, надо постоянно нести занятия. Вот мы сейчас строили деревню. У нас каждое воскресенье служба, литургия, а потом занятия. Я проводил занятия. И вот в моих клинах 123 занятия сохранились. А не по-тематически. О воде. О земле. О инструменте. О скотине. Об огне. То есть я что вижу, и что об этом говорит Писание, Библия. То есть мы должны мыслить библейскими категориями. Вот я начальник детского лагеря. Мы идем с детьми. Я говорю, дети, это что перед нами? Дорога. Что в Библии написано о дороге? И сразу начинают. А дорога и путь одно и то же или нет? У нас одно. Китайцы праздную. Почему Касаткин когда переводил, он говорит, там 12 выражений дороги. Какое перевести на японский язык, когда он переводил? У нас дорога. У них бывает тропинка. Бывает тропа, по которой ходят рабы, по которой взрослые. И дорога отдельно для царя. Туда никто не может шагать. Это все надо найти нужно. А у русских просто путь. Я говорю, путь истинной жизни. И они остановились. Как правильно перевести? Мы должны быть благодарны за наш перевод синодальный. Я говорю с русскими. У других-другие переводы. Русский синодальный перевод, он может соперничать с самыми современными переводами. Вот сейчас новые переводы делают аверийцев. Поверьте, пока мне на слово просто. Я 50 лет изучаю Библию. 50 лет. Если я в храме слышу по-славянски, три слова рядом, я мог сразу сказать, какая книга, какая глава, какой стих. Бог дам мне такую память. И скажу, что лучший синодальный перевод обещанный. Тот, который в патриархии выпускает, он при небесное звучание верит. И поэтому разные переводы какие-то. Будьте осторожны. Если не написано синодальный, принесите батюшку, покажите. Вот так. А как вы относитесь к книгам Татьяны Грачевой? Никак. Я ее вообще не знаю. Никак. Не считал, ни в руках не держал. Даже не знаю, о чем речь. Хазария. Может, слышите? Я знаю, это Анастасия, которая там... Не-не-не. Хазария. О чем? Хазария. Ну, столько про это написано. Там и Твердохлебов, и кого только нет. Как выдумка возвращения к язычеству. Если это Хазария, о чем вы говорите, то самое. Да. Это возвращение до Владимировой эпохи. У них ни одной книги, ни одной книги нету подтверждающей источника. Осина пропестра говорит. Это все выдумка. Они вам написали, на них ссылаются. До 82-го года я, например, не слышала, вот знаете, Содомии и все, когда мне давали идти на Испыть, да, вот так далее. А почему, за какое такое, что сейчас даже у нас, в Киеве, вот такая гадость, выходит на эти... Парад. На Парад и все. Как? Как с этим было? В Содоме Гомора. А-а-а. Вот недавно, значит, так. Это Гей Парада называют, да? Да, да. Вот, в Грузии, ну, я просто произвел, простите, пожалуйста, безумие. В Грузии показали, как надо бороться. Весь эфир напомним. Вышли священники за руки друг к другу, первый цепь священники. Дальше идут эти. А их посадили, человек там, может, 50, вышло в автобусе, колотят, и они едва-едва их увезли оттуда. Все закончено, больше не будет. В Москве-то уже вышли, там казаки все вышли, вытаскивают по одному. Я не призываю к этому, но так было. А ты что бы делал? Я бы стоял и плакал, и лег на пути, или что-то еще. Как? Они хотят подвести всех под пожар огненный. Да. Садомиты. Потому что заменили естественное употребление женского пола противоестественного. Кримином, Павел говорит. Безумие. Но кто-то к этому подталкивает масоны. Комитет 300. У них задача истребить славянское население полностью. Маргарет Эщери сказала в России, 15 миллионов, чтобы обслуживать дорогу, дефилирующую. Мне говорят, вы ошиблись, тут 150, а я говорю, 15. Наша церковь тоже случайно получает вот эти деньги. Мать, только молиться, ничего нельзя. Это признаки последнего времени. Но в этом не участвуют ни мусульмане. Мусульмане всех убивают сразу. Они со всеми гомосексуалистами покончат в один день. Так что, кто как может, так и борется. Мы боремся только молитвой. У меня знакомый священник, который в Грузии, у патриарха Ильи. Ну и мы с ним разговаривали. Он сам в этом ходил. И даже интервью такое дает там стоит. На уборщику. Еврей, который обратился. Батюшки в первых рядах. Значит, по любому вопросу нужно обратиться до епископа, а он дождается. Потому что они тоже получали разрешение, эти безумцы. Другого названия нет. Ну а эти вышли все. Там народ окружился. Священники бегут. Двоих, кажется, осудили. Один бежал с табуреткой там где-то по окна бил. У них там был Мамо Васил. Это отец Василий. Ну, тот действовал не так. Его осудили. Как вы стали контейнера эгоистами. Они перехватили контейнера с литературы и сожгли все. И какая-то газета напечатала что-то против. Они пришли сварочным аппаратом и запаяли это все. Если заварили эту редакцию, то они выйти не могли. И они, главное, выходят, которые редакторы там где-то, они прям вытаскивают и бьют. Но его посадили, кажется, два года даже. А Мамо Басил, отец Василий. Ну, мы не можем безразоветнее. Господи, разреши, мы сожгем этот воду как милея. Господь говорит, не знаете какого духа. Мы знаем какого. Дух кротости и смирения. Господь говорит, научитесь от меня. И Матфея 11.28. Ибо я кроток и смирен сердцем. А можно остановить? Игнатий Бринчининов говорит, немощной рукой не пытайся. Тебя просто сметет. Игнатий Бринчининов очень хорошо это понимал. Но говорить мы должны. Я в интернете выставляю материалы. И отдельно я просто ролики создал. Вот если... У меня фамилия Игнатий Лапкин. Если у кого интернет есть, запишите. Ютуб, канал Игнатия Лапкина. Там 971 ролик у нас. Это... Русский Ютуб. Ютуб. Ну, это канал там по папкам разбитый. Ну, Господь так позволит. Там наши занятия, как мы ведем уроки, как с детьми в университете. Я веду занятия. Все роликами сняты. И сняты фильмы. А у нас фильм один, ну, мое прозвище, Златоустов с Потеряевки. Он занял первое место в России. По деревне Потеряевка. Он занял первое место в России фильм. Златоустов с Потеряевки. Среди документальных фильмов о православии. А второй фильм, причувствие, занял первое место в международном киноконтрисе. Там как будто ничего и нет. Но мы показали, что можно бороться и можно побеждать. Скажите, пожалуйста, можно? А патриарх Кирилл сказал, что церковь духовная развалена? Да, патриарх Кирилл. А вот как вы объясните это? Он говорит так. Состояние церкви, церковь духовная развалена. А почему? А? Потому что так есть. А расскажите, пожалуйста. Ну, я расскажу. Вот. Храмы построили большие, а храмы пустые. Это что такое? В первую очередь храмы. Храмы, храмы, храмы. А пророк Иеремия говорит, не говорите храм Господний, храм Господний, храм Господний. Все будет разрушено. Вы храм Бога живого. И когда строили храм Христа Спасителя, мне в университетах задали вопрос. Надо ли? Не надо. Вот сейчас там слышали? Да, при судне там. Пристали там. Ну, пусть и ранее. Где-то. Мы были перед храмом. Как раз. Храм Христа Спасителя. Мы пришли. Рано утром, когда никого не было, со всех четырех сторон помолились. С одной стороны закрыто, не пустили. Но мы вызвали охранника, он открыл, мы зашли. Мы помолились, совершили молитву. Колено преклонения, с возъянем рук помолились. Господи, сохрани и президента, сохрани страну, патриарха обрати. Они делают совершенно не то, что надо делать. Я им говорю там открыто. Их трогать нельзя было. За них, посмотрите, какие им викинги. Сейчас у них какое лозу? Пили кресты, спасай Россию. И они полураздетые, в одних там трусиках пилами пилят кресты, эти поклонные везде валят. Ну, в интернете показывают. А что надо было делать? Да меня никто не спрашивает. А я бы им ответил. Что? Храм осквернён. В первую очередь. Откуда знаете? Написано в Деяниях Апостола. Павел занял трофей, мы увидели. И храм осквернён, его закрыли сразу. Тебе что доказывают-то? Ты читай Евангелие, читай. Храм осквернён, закрыт на три месяца. Почему? Читай Левит, говорится, осквернение на три месяца. И вот три месяца храм Христа Спасителя на огромный такой замок купить. И три месяца возле храма, все в площади были бы заняты. И патриархи, и епископы молились и плакали. Я говорю, слёз было бы, как в москверике. Весь народ вся стрелял на этот слой. Почему? С сердца народа обращается к страдающим. Историю просто считайте. Авапова, Никона. Этого не было сделано. И судят, а теперь митинги идут, все за них, там Александр Невзоров. Их тысячи невзорово будет. Их нельзя было прикасаться. Кого трогать, когда они развалены гнильё? А они теперь шикуют. Их защищают, их поддерживают за убежь. А тут на этом у них оружия никакого нет. Мы закрыли, это храм наш. Теперь мы только молимся, нас не тронешь. Мы плачем о состоянии народа. И вместе со всеми уходит патриарх. Любая погода, любой дождь. Это всё бы снималось, по всему миру показалось, какие православные христиане кроткие. Они врагам простили. И плакать о своих грехах. Это наши дочери родились такие. Мы их не учили. Ну, она мне не родня, но это мы, один из наших. Всё, в храм приходят и в брюках. Вот посмотрите, как народ на себя ведёт. И это единственный правильный выход. Но меня никто не спрашивает. Вот меня спрашивают, ну ладно, вас избрали патриарх. Что бы вы делали? Первым делом я бы, я патриарх сейчас, пять минут буду патриархом. Со мной не спорят. Я бы приходил все строительства храма, все заморозить. От государства ни рубля не брать. Все деньги бросить на издание Новых Заветов на бесплатную раздачу. Выкупать эфирное время. Ну, что делают сектанты? И начинают проповедовать. В течение первых двух дней, я патриарх, я открыл бы тысячу училищ. Мне говорят, нет учителей. У меня есть учителя. А где вы их взяли? Академия спрашивает. Знают где, а вы не знаете. В каких училищах? Я бы поставил учителей, которые любят Библию и любят Бога. А именно? А где? Баптисты. Я бы всех поросил здесь. Они дали бы. А я уже договорился. Что нигде православную догматику, Божию Матерь и икону трогать не будут. Научить только православных любить Бога и любить Библию. Все. А дальше, на сколько? На полгода на учение. Дальше наши учителя, священники пойдут учить. Они любят Библию, они страдают за это. Ну как? Пшеницы не было. Канадские пшеницы не умерли. Все дали. Чего боитесь? Я хочу вас спросить. Друзья. Стефана Красовицкого вы должны знать? Не знаю. Кто такой? А батюшку не знаете? Не знаю. Потому что это далековато может быть. С московского. Я скажу, что я не кончал ни одного класса семинария, ни академии. У меня никакого образования нет. Я самостоятельно 50 лет учился. А как вы относитесь к экуменизму? Сейчас как тенденция идет. А вот, допустим, вы говорите, учителей бы поставили таких всяких классов. Вопрос понятный. Значит, экуменизм на бытовом уровне у нас каждый день в семьях. С кем мы сообщаемся? Как живем? Как одето? Вот у нас в рамках вот так вот, если до кисти и руки не закрыты, у нас не войдет никто. За стол у меня в лагере ни один ребенок не сядет. Вот и надо будет вот так вот. Я сегодня говорю, вы на меня не бежать. Смотрите на пальцы. Вот так, чтобы закрыто было. Решите. Посмотрите. Все. Я вам провожу. Вот так закрыто даже у нас. Не надо еще. Я обязательно найду пример показать. Вот стоит. Чтобы ни одна волосинка не была видна в храме. Пришли в храме ни одного слова шепотом не было. Люди пришли к Богу. И вы когда идете к священнику, он может быть необразованным. Вы заранее молитесь, он ответит в душе образованного. А священник в другую разкурашивается. Он начинает. Да не к тебе пришли. Пришли к Богу. Ты сосуд Божий. Ты отвечаешь, что написано в Писании. Вот тогда мы будем едины во Христе. Ни одна из тех, кто никто перед нами не устоит. Я свидетель. Я 50 лет тружился. С сектантами. С разных направлений. И когда им показываешь. Вот я здесь одна же проповедовала. 450 баптистов. Присвятитель вставил, говорит, мы сегодня готовы перейти всех православных. Но они мне поставили условие одно, которое я не мог выполнить. И никто не перешел. В этом месте не перешел. Почему они говорят, покажите на практике, где такая община, о которой вы говорите. Понимаете? Был такой Спиридон. Российский миссионер. Да, да. Бурят. С бурятами трудился. И вот он там главный. Видите? Вот как раз. Видите, как раз. Ну вот, я скажу, если кто не считал, напомню. Вот как раз он об этом говорил. Среди ламп, когда проповедовал. А они очень грамотные. Выслушали. Один говорит, вы говорили все правильно и хорошо. Вот если бы люди жили, как мы проповедуем, то можно было спать спокойно. Никто ничего не стал. Но если бы жили, как вы проповедуете, никто спать не стал бы. День и ночь Бога благодарили. Но скажите, вот вас не было, русских не было, железной дороги не было. Мы радовались. Свет проводит, а прочее. Но наши жены стали болеть непонятными болезнями. Носы проваливаются. Дети нас не слушаются. Что вы сделали с нами? У вас рот в крови. А вы нас учите? Я, говорит, вышел, не мог на коня залезть. А сухари у него висят. Я взял коня за повод. До леса дошел, упал и до вечера пролежал, проплакал. Написано? Господи Боже, как мы ответим за этих язычников? Что мы сделали? Павел, говорит, не буду есть мясо, вина, чтобы не соблазнить кого. Мы миллионы соблазнили. Иоанн Златоуз говорит, о пастырь, если одна овца погибнет по твоей небрежности, пастырь, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. А их гибнет миллионы. Ты понимаешь или нет, что это такое? Простые слова, заметьте. Иоанн Златоуз говорит, большая часть погибает. А Серафим Саровский три дня и три ночи, не просто, Господи, слава тебе, а молится, помилуй русских архиереев, священников, Господи, пощади их. Ему открылась картина гибели, расстрела, путава, гулаг. И через три дня Бог заговорил. И Бог сказал, как я не знаю. Но написана прямая речь. Господь сказал, не пощажу и не помилую. В современних Пушкина еще не такие попы были. Почему? Вымыслами человеческими заменили истину Божию. А где написана книга? Запишите себе. Настольная книга священнослужителя. По благословению патриарха Пимена. Том 3. Страница 601. Я дословно привожу. Что, Серафим ничего не понимал? Или мы много знаем? Ему Бог это открыл. И когда это прочитаешь, получается, не один священник как будто бы в рай не войдет. Нам только плакать надо. И батюшка, учи нас, учи. И батюшка, иначе горе нам. Посмотри на иконах, когда в лаву мы заходим, где-то там, дальние пещеры. Дьявол тащит в ад. Первое с витрами епископы. В ад огонь. И сатана, ну, иконы поширят. Дальше священник, а потом мы грешные летим в ад. Почему? Не научены. И поэтому батюшка нуждается в особой помощи, молитвенной, ежедневной. Чтобы руки его не ослабели за народ молиться. Чтобы он учил непрестанно. Чтобы никакое лживое слово не вошло к нему в уста, в уши, в сердце. Пророк Осия говорит, народ мой погибает за недостаток ведения. И так как ты не учил, Господь говорит, я отверну тебя от священнодействия. Потому что ты не учил. Я не свои слова говорю. Я передаю пророка Исаиесу Осию. Примешь или не примешь. Поэтому высокое звание твое должно быть отправлено на жизнь твоей. У моей жены два деда или три деда расстреляны были. Одного откусили домой умирать. И когда последнего рукополагали, он знал в советское время, он знал, что его рукополагает на смерть. Его обязательность стоит. Он знал, куда он идет. Его рукополагали, у него уже слезы вращу. Он понимал, что расстается с семьей, расстается с жизнью. Ну, прошло полгода, его обнаружили. Подпольно было. Мясорубка Гулага потянула его. Сегодня другое время. Жалобы на священников очень большие. Вот есть такой Жданов, Владимир Георгиевич, президент антиалкогольной компании. И он, я с ним встречался, он выступает и говорит. Патриархия, патриарх, специально его вызвали проводить особые беседы со спившимися священниками. Это не два, не три. У нас каждый пятый священник гепархии запрещен. Я уж не говорю о том, о чем говорить даже нельзя. А что делать? Молиться и трудиться. В невыносимой обстановке никогда не отчаиваться. Нил Синайский, он такой святой. Он говорит, согрешить – это дело человеческое. А отчаиваться – это дело сатанинское. Я за то, сколько раз спал, столько вставаю. Я не побуждаю тебя к падению, а побуждаю к тому, чтобы не отчаиваться. И поэтому между нами, чтобы где-то не было, проси ради Христа. Я согрешил. Не бойтесь сознаться. Пойдем вместе. Представим перед лицом Господа. Помолимся. Не в храме, никто не имеет кусты, зайди где-то. Мы молимся, где нас ночь застанет. Небо под нами. Купол какой огромный. Можно еще Вас спросить? Скажите, пожалуйста, вот как этот вопрос понимает? Ой, в Англии. Привелы и тянутся. Пусть растут до жатвы. Я пишу так. А кому есть, мне еще немного сказать. Я еще скажу, вам сейчас это не понравится, я знаю. Не понравится. Вот в Священное Писание, говорят, что в Священное Писание, что в него входит? Первая книга Бытие и последнее откровение Покалипсис. Начинается в начале, Бог сотворил первую букву В. А последнее мягкое знак, Аминь. Вот это Священное Писание. 77 книг. Не 66, как Бабтисты говорят. Не 11, не канонические. Вот 77 книг, это определенно Священное Писание. А в Священное Предание никто не знает границы. Когда разговариваешь с священниками, я говорю, скажите, ты Церковь признаешь? Ну так, я в Церкви. А где границы Церкви? А где границы? Православные. А и все? Ты больше ничего не видишь? Церковь там, где есть священство от апостольских времен. А она есть. Пяти местах. Православные. Это и старообрядцы, и древнеправославные, и белокринитские иерархии, которые Московская Патриархия признает. Зарубежная церковь. Это все православие. Это второе католики. Старо-ново-католики. Они у нас от Андрея, а они от Петра. Дальше. Григоряные армяне. Идут там, от Фламея считаются. Они в IV веке, а мы в IX обратились. Вот. Копты и сирийцы. Все. Вот это. Где? Там много ереси, может. Заблуждений. Нам нельзя с ними молиться. Нельзя есть. Это та граница, в которую входят все. Так, а с ними нельзя молиться? Ну и не молись. Призлушай все, что церковь говорит. Но это именно то, что входит в пределы церкви. От и до. Точная грань проходит. А администы, это все за гранью церкви. Но у них же уже нет апостольской преемственности. Нету. Вот эти пять, которые у них всех апостольской преемственности. У всех сохранились. Это. Тут нельзя привыкать. Иначе мы должны просто... Знаете, перед революцией православная церковь уже готова была полностью объединиться с англиканской церковью. Уже подошли вплотную, но революция помешала. Они доказали, что у них рукоположение есть. Один директор Кэстонского института приезжал к нам церковь недавно. А таинство? У них же таинство. У них же уже нету семи таинств. У кого? Ну, у тех, которые вы назвали. Я даже не повторюсь. У них есть как раз таинство. Да, у них есть. Семь тоже, да? Ну семь, там пять. Главное, что есть. Теперь, главное таинство, которое на первом месте, это рукоположение. И два, это крещение и пресчищение. Это сохранили все. Ну, мне не веришь? Поверьте патриарху, который приезжает, и он начинает обвинять. Вот патриарх был с папой там где-то... Ты в Харистии уже не знаешь. Я знаю. Я знаю обвинения против патриарха все. Никогда не поддерживал. Не потому, что я так вот, патриот такой, а это несправедливо. У патриарха собака. Мы едем тоже с собакой. И вот патриарх гуляет, а потом каждый день там километр проходит. Да какой же это патриарх? С собакой ходит. А я увидел, знаешь, живой человек. Он интересный. Понимаете? Он каждый день плавает. Понимаете? Он живой человек. И не надо придираться. И не надо в чем-то другом там ты может быть. Здесь никакой вины его нету. Не надо придумывать. А он молился с Гереганом Армяном, и поэтому мы его запрещаем там диаметом. Патриарха проклинаем. Позвольте. А кто это позволит? Мы его никак не судили. Ну вы знаете. Весь сенот там проклятый. Ну диамет, епископ. Чукотский. Это не годится. Я молюсь за диамета. Я против не имею. Дальше уже пошли мобильные телефоны. Нельзя. Знаете границу. Остановитесь. Каноны не нарушены. Первое. А второе. Придумываешь ты себе на душу. Вы знаете книга Тавита. Когда он пошел, и с ними пошел ангел Рафаэл, и с ними побежала собака. А то собака где есть, там ангел не может присутствовать. Это у патриарха Алексея собачки. Патриарха Алексея тоже, по-моему. Да, у него козы там он кормит где-то. Наоборот, надо радоваться, что они такие живые, понятные, близкие, как мы. Мы же нашего патриарха, конечно. Вот это что нельзя собачку в доме. Но если уже есть, то нельзя. Ну понимаете, я ничего не касаю. Я берусь только вопрос вот этого отношения. Там стоит, там курочек кормит и прочее. Это как-то нас сближает. Потому патриарх Кирилл говорил, когда вы ходите из храма, да не спешите уходить. Ну батюшка к себе домой, матушка там уже пироги приготовила. А вы подойдите и скажите, батюшка, мы хотели бы с вами щеку попить. Это патриарх Кирилл говорил. Как-то сообщение. У нас всегда после службы, у нас трапезы, мы все вместе. Ну просто мы так привыкли. Приехали епископы, мы все за одним столом сидим. Я в советское время приезжал в Москву, тайно, ночью. В советское время три епископа пришли навстречу. А у вас какой епископ там? А? Какой епископ? Какой называется? Ну смотри. Алтайский и... В день, когда мы выехали, в этот день епископа заменили. Был Дмитриев Максим. А сейчас поставили митрополита Сергия. Епархию на три части поделили. И вот спрашивают. Патриарх Кирилл, где летит епархия? Правильно или неправильно? Ко мне вопросы идут с монастырей. Правильно. Повторяю. Я не за патриарха, а за его действия. Он правильно поступил. Большая, огромная необъятная епархия, она недоступна ему. Раньше было, в апостоле сказали, в каждом городе свой епископ. Первомайский свой епископ. Все. И вот тогда счастье с вами бывает. Патриарх Кирилл. У нас просто приезжает епископ, это такое событие, которое надо пережить. У нас с нами епископ. Я пошел пасти овечек там. И сама епископ. Мы на сене там валяемся, разговариваем весь день. Просто открыто и близко. Нас спрашивали. У нас Евтихий был, Курочкин. А вы знаете такой епископ, который когда объезжает епархию, поборы не берет всегда? Есть такой? У нас, я говорю, наш епископ был. Никогда, нигде. У него даже носков не было. Вот. Он был домодедовский, векарный патриарх Кирилл. Как патриарх Павел, да? Сердцев. Да, патриарх Сердцев. Патриарх Сердцев. Ну, такой. Мы подошли, чтобы просто молодежь и пшеница. Блин. Так, подождите. Ну, там говорится, что нечестивые это плевелы, грешники, еретики. Ну, все, кто не верит в Бога. Тех, которые на небо не попадут. А праведники – пшеница. Ну, тут вот какая тайна. Баптисты, адвентисты, яговисты, они верят в так называемый хилиазм, что будет на земле тысячелетнее царство. Вот на земле праведники воскреснут, а потом там будет Армагеддон, а потом там воскресенье. Это ложь. Тут написано – оставьте расти до жатвы. А они как? Праведников восхищают. Хотя, по-моему, написано – приезжайте, слежите плевелы. Даже наоборот. Тысячу лет они на земле, я говорю, написано – и воскреснут в последний день. В году 365 дней. А они на тысячу лет раньше воскресили. А ошибка в 365 тысяч дней. Тысячелетнее царство наступило на Голгофе. Время евангельской проповеди. Вот оно, где наступило. А скажут – откуда знаешь? Ну, когда связанных и сатана на тысячу лет. Где? Евреям 2.14. Запишите себе. Евреям – это главное. И как дети, вот мы, причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, воспринял умные, таковы же, дабы смертью своей, лишить силы, имеющие силы смерти, то есть дьявола. Смертью и смерть по праву. Евреям 2.14. И Матфея 12.29. Как может войти сильный, если расхитить сосуды, если прежде не связан, значит он связан. А как же он нападает? Ну, как собака на цепи, не подходи близко. 16.20. Это кремлинам 16.20. И сокрушить сатану под ноги в вашей споре. Сатаной не просто бороться надо, его надо сжимать и побеждать. Вот такой был Симеон Столпник. Андрей Юродивый. Ну им было показано бороться с сатаной. А он такой гигант, он говорит, ты не бойся, ты вот так вот возьми и руки крест накрест. Он его как взял, он взял собеседную, поднял его, окударил, и нет его накреста, крестом животворящим, поражаешься. Я как-то беседовал с диктантами, но они против. Бог не требует служения рук человечестве. Крестить себе нельзя. А где? Деяние 17.24. Нельзя. Я говорю, ты уверен, что там будет крест сказано? Ну, конечно, написано. Я говорю, давайте рассуждать. Апостол Павел нормальный был человек? Нормальный. Где он проповел? В Афинах. В Афинах христиане были? Не было. Как он мог запрещать то, чего не было? Какая может быть печать, когда Тепша стоит? Да и правда. Ну, как выставлять светофоры на острове или нет едной машины? Я извиняюсь. Вот за крест... Я сейчас так прощаю. Значит, против крестного знамени ни одного места, ни пример. Я обращаюсь к ним. Скажите. Вы вас не видели Сатану? Да, нападал. А как вы от него отбивались? А я его взял и перекрестил. Так ты возле это крестишь, а ты перекрестишь и сейчас. Ага. Мы остановились у одних. А он старец, ему 86 лет, отец священника. Он идёт, и в это время выбегает громадная собака. И он решил её перекрестить. А она его как... Отонула, Заров, вот эта рука вот до сих пор оказалась у него в пасти. И здесь он зубы... А я вот так как держал, и вот так вот, в пасти там... В пасти у него не расстоялся, вот так крестно стоял. Он как заорал, как будто его палкой ударили. Вырвал руку и бежать. Ну, маленько там зубы остались и всё. Даже в пасти льва. И даже крестное знамение чуть-чуть какую силу имеет. И мы всё это записали. Он живой сидит, рассказывает. Поэтому... Ну, надо Богу доверять. Не так, что я перекрестил и не думал. Христос умер на кресте. Это кровь пролится за меня. Вот у православных неправильное понятие о жертвах. Когда говоришь о крови, кровь Христова, это в чашу у Батюшки. Это не на первом месте. Первое – это Голгофа. Это Голгофа, это крест. Вот руки распростёртые Христа. Образно сказать... Это вот столб стоит, этот огнев Божий у нас проливается. Руки Христа приняли для себя удар. А я под крестом стою и спрятался. Он кровью нас умывает. И почему? А она душа спасённая. Дороже целого мира, полного золота. Чтобы сотворить мир золота, Бог сказал, да будет. И полетели миллиарды светил. А чтобы спасти одного человека, ему нужно было от Бога Святого Преснадева Марьего Человечеси, принять грехи мира и пойти и умереть. Мы какую ценность представляем мы... Вот у меня дети в лагере, когда я каждому ребёнку стараюсь решить, какая ценность у него перед Богом. Ты ещё не родился. А уже люди окна придумали. Шторки, полы. Тебя ждали, когда ты родишься. Ты такой нужный. Ты такой драгоценный. Ребёнок совсем по-другому на себя смотрит. А меня не любят родители там долго. Ну, родители бывают пьяницы где-то. Затроньте самое сокровенное у ребёнка. У меня девочку привезли одну. А она... Сколько я там? Лет 9 было. Она сама доит корову. Трёхлитровую банку молока. Выходит на трассу в Барновом Сибирске. И продаёт, чтобы купить хлеба. А мать запилась. Ну, её в лагерь привезли, а у неё в ши. Ну, мать делили. Или сразу обработали. Лекарства. Но мальчик один её увидел. И на завтра играли. Ира ему не понравилась. Ты в шивое. А для ребёнка, для девочки сказать в шивое-то каково? Она заплакала и подошла. Серёжа меня в шивое назвал. У нас это тревога. Мы ударили в колокол. Веслагерь собрался. Ира, выйди. Кто назвал её в шивое? Я назвал. Иди ищи в шивое. Если не найдёшь, я тебе накажу. У меня наказание существует. Искал, искал. Нету. Так она в шивое или нет? Нет, не в шивое. Вот с сегодняшнего дня всё время будешь играть с ней и защищать её. Видите? И он до конца... Не переменю. Ты же видишь, ей девять лет. Да она через пять лет будет такая. Её видно уже сейчас. Ты вокруг неё винтом будешь ходить-то. Ты посмотри. Она писаная красавица растёт. Как они зашевелились все. К ребёнку нужна дорожка, чтобы ко Христу привести. Да и к любому человеку. Я за креслое знамение хочу сказать. За креслое знамение, как мы с батюшкой ехали втроём на автобусе, перехрестились. И был... Перевернулся, да, Баб? Да, было. Правое... Правое колесо переднее лопнуло и повисло дерево. Чудо было такое. Ударило штырь, пробило. Мы несколько раз в этой ситуации были. Бог спас. Мы втроём перекрестились и всё. Какие чудеса Бог являет. А можно же Иерусалим посещать, паломничать? Мне несколько раз устраивали эту поездку даром. Я ни разу не поехал и не поеду. Мне там делать нечего. Христос всегда со мной. Мне не за чем туда ехать. В тех местах, в которых столько воспоминаний написано, я их все пересчитал. Сейчас фильмы показывают, когда идут и объясняют. Вот здесь вот канал. Тут воины Давида проникли в Иерусалим. Я как там побывал. Мне не за чем туда ехать. Терять время, на вокзалах томиться. Выезжайте, если вам нравится, я не поеду. Вот у меня паломническая поездка по Европе. Мы оставляем такой свет за нами. Это не грех. Это не грех. А она приходит, помещенца, к Иофану Затворску. Благослови, Владыка. Я хотела там съездить к Митрофане. Он говорит, сиди на месте. Ты уже ездила несколько раз. Ты все проездила. Вот и все. Тебе этого достаточно, сколько ты была. И она ничего не даст тебе. Я извиняюсь, что много вопросов. Скажите, пожалуйста. Нужно не нам каяться. Вот мой дед один, второй был на войне перед царской революцией. За убийство царя. Понял. У святых принято было так просить прощения за умерших. Принято. Я повторяю. Теодосий младший, когда переносили мощи Иоанна Затауста, он письмо написал за бабку свою Евдоксию, которую гнала Давида. Это же было приниканье, когда Алексей Михайлович написал, прости Господи меня, Филиппа Колычева, за неуемную лютость деда моего Иоанна Грозного. Они просили. Поэтому сами смотрите как. Я вам называю большие такие даты, где люди просили. Это как-то налагается на нас. Вот смотрите. Вот Папа Римский попросил прощения за то, что гнали евреев. Попросил. Теперь другое. Зарубежная церковь попросила прощения у старообрядцев за то, что гнали. Не за это ли нас постигла революция эта беда? Мы не гнали. Мы, говорит, не участвовали. Но наши отцы гнали вас. Они вас преследовали. Там самосожжение у них было. Это хорошо, когда мы это осознаем. И все епископы подписались. Это освобождает душу. И мы по-другому смотрим. И, может быть, наши отошедшие прародители виновны в этом. Будут только радоваться. Я не могу утверждать это, но так принято. А я православный, и мне это близко к сердцу. Попросить прощения за все. Да. Спасибо. У вас за капиталь. Как вы относитесь к отроку Вячеславу к решению? К кому? Отрок Вячеславу. Никак. Я отношусь абсолютно одинаково, как к патриархии относятся. Никак. Никак. Его не признают они. И он говорил пророчества о Китае, о войне. Я в курсе делал, что в нем пишут. Ничего. Это искусственное нагнетание. И продвигает. Каждому уже свой святой киотик. У нас хватает святых. Святой он на небе. И зачем мне относиться? Я не отношусь к нему никак. Ни за, ни против. Я его не знаю, не встречался, но считал все о нем. Я ничего не нашел там того, чего нет у Игнатия Бринчанинова или у Сергея Мцаровского. Я не нашел. Потому что дело такое еще. В мой адрес обвинения. Священники взяли литературу. Игнатия Бринчанинова, шеститомник. Там еще что-то. Многое. И дали в библиотеку. Год простояло, и ни один человек не открыл. И библиотека вернула епископу. Я привожу туда книги, они приняли, а книги считают. Епископ говорит, ну разве это правильно? Игнатия Бринчанинова вернули, Феофана вернули. А Игнатия Лапкина считает. Я говорю, так в моих книгах и Игнатия Бринчанинова, и Феофан Затворный, но я все беру на сегодняшний день. Слово Божие живо и действенно. Нужно, чтобы оно заговорило не только с Давидом, со мной. А вот конкретно ко мне написано слово. Иоанн Златоуст называет это усваиванием. Допустим, мы говорим, Христос умер за мир. Вот Агнис Божий берет из себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29. Это эпиграф в картине явления Христа народа Иванова. За весь мир. А Златоуст говорит, ты скажи, он умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Меня. Он пришел за меня умереть. И тогда у тебя будет особое чувство благодарности. Это Иоанн Златоустович. Усваивать. Конкретно. Не за коллективизмом спасаться. А я виновен в этом. Да, я виновен. Другой раз вспомнишь, что я делал. Один сидит, Господи, как же ты меня терпишь-то. Да благодарю тебя, что я еще живу. Я был отправлен в такой лагерь, откуда, может, и никогда бы не вернулся. Я только вернулся из лагеря. И в это время сотрудники КГБ сразу приехали домой, а меня нет. И у жены спрашивают, и как он... А как он вернулся? Он же не должен, но не вернулся. Есть фильм такой «Улы Бенгур», когда он с галерой возвращается. Как он вернулся? Говорят, милостивый кесарь. Когда Григорий Ефимович Распутин в город отправлялся, ему говорят, ты там разворачиваешься. Он говорил, а Бог? А Бог? Бог нельзя хранить. Как ты к нему относишься? Ко мне? К Распутину? Я вас просто не хочу смущать. Понимаете? Но и угождать вам не стараюсь. Раньше я задавал такой вопрос. Это тоже мой путь развития. Как царь Николай мог знаться с таким человеком? Как он мог его примечать, он быть в доме? Но прошли годы, когда стала открываться литература, я побывал за рубежом, прочитал в оригинале все. Я стал вопрос по-другому ставить. Как Григорий Ефимович мог знаться с таким царем, царишкой? Это самый негодный царь был. Петр Первый никогда бы не допустил революции. Иван Грозный. Но, поверь, это был самый добрый царь, он святой. Как царь, руководитель, ну разве бы Иван Грозный позволил революции быть? Или Петр Первый? Ну он бы их пять тысяч вздернул и все. Еще двести лет слова революции не было произносимо. Надо разделять. Вот я как гражданин, я голосую, чтобы преступников, маньяков казнили. А как христианин, я сложил руки. Господи, прости. Жизнь можно отнять только Бог. Во мне и гражданин, и христианин. Но христианин все время побеждает. А он уже говорил. Вы уже это рассказали. Кто это такой? Вы уже рассказали, мы им рассказали. За Диамида опять. Диамида? Ну, в первую очередь я ежедневно... Я тоже пока слышу. Диамид этот, я не понял ваше слово. Щукотский, да? Да. С первого дня, с первого часа, как только у него началось там движение, мы ежедневно за него молимся. Но абсолютно... И обречения его во многом были правильные. Правильные. Но... Не совсем согласны. Да. Но не совсем нельзя соглашаться. Он начал проклинать сенот. Анафемию предал патриарха. В первую очередь это противозаконно. Один епископ этого делать не может. Дальше. Обвинение, которое он представлял как бы на весь сенот. А кто с сенотом? Ага. Митрополита такого туда подряд всех туда так не делается. И такую анафему Бог не утверждает. Анафема есть. Она на нас с вами. Она на нас. Почему? Слушайте внимательно. Первое послание к Коринфянам. Первая глава. И говорит. Кто не любит Господа? Маранафа. 16 глава. 16 глава. Кто не любит Господа? Мы любим Господа? А если не любим? Маранафа анафема. Вот стоящие здесь меня и батюшку касается. Кто не любит Господа? Анафема. И второе место анафема. Галатом. Первая глава. Восьмой, девятый стих. Если с неба придет ангел или мы и будем проклядывать не то, то будет анафема. И вот свои слова нужно сравнивать. Кирилл Ужецаримский говорит. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. А Иоанн Златос говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А у нас что попало, может человек говорить из священия к епископу, совершенно не сверяясь. Священное Писание, вот главный эталон, зеркало, с которым мы должны себя сверять. Если этого там нет, Златос даже не рассуждаем. Пророк Илья взят на небо. А чем он занимается? Нет в Библии ничего, мы молчим. Диамит не прав. Вот в этих вопросах. В обвинениях своих, первоначально, он был прав. Но дальше идти нельзя было. Его патриархия призывала разъяснить. Он не поехал. Это неправильно. Это неправильно. У меня бывают обвинения, на меня тоже бывают обвинения. Я сам нахожу, написал патриарху и говорю, вызывайте меня на Синод. Там, на книге моей, общей где-то. Ни одной их буквы они не могут опровергнуть. А вы отзываетесь неодобрительно, а вы больше не достойны. Почему вы даже одобрительно? Вот когда там один был такой царь, не зеки, он собрался на войну. И пришел Исахаву. Но идти-то идти, но сила-то там громадная. И он стал говорить, а у тебя пророки как? Он говорит, а слушай, что говорят. Идите на Ромово, Галаадский победа будет. А сердце мне спокойно. А может еще кто есть? Да у меня есть один, я не люблю его. Он обо мне хорошо не говорит. Обо мне хорошо не говорит. А остались зеки, говорит, не говорим. Да, пошлите за ним. И пришли. А там Михей, сын Иемпан. И он только пришел, а у всех приподят этот строгение, победа. ЦК партии голосует за, за победой. Битлеру на подступах уничтожен. И он говорит, знаешь, ты скажи, как все говорят. Пусть день радости будет. Я скажу то, что Бог книгова сказал, другого не будет. Когда пришел, царь спрашивает. Ну скажи, что? Он говорит, вижу. Овцы Израиля рассеяны по всем холмам. И нет у них пастыря. Он так вот, а я выходит не царь? Я не пастырь. Я ж тебе говорил, он обо мне добрый, говорит, арестуйте его. Вот вернусь сейчас с фронта, я ему покажу. Он говорит, не вернешься. Псы будут лизать кровь твою. И он не вернулся. Вы знаете, в Санкт-Петербурге есть храм Исааковский собор. Да. Исаакий Дамаский. И он, когда на встречу там, выходил Валенту, царя останавливал там. Он пошел на войну с болгарами. Он говорит, не ходи. Ты сначала тюрьмы открой, православных выпусти. Что за наглый такой? Его бросили в болото, он не утонул. Тогда ему говорит, посадите. Я вернусь, разберусь. Он говорит, а ты не вернешься. Я уже жареный запах слышал. Он сгорит. Вот и все. Идиомид перешел в грань. И мы даже сказали. Но в моих молитвах он остается по-прежнему. Отлучение его от епископского сана незаконно. Это дальше. Я уже говорю в отношении патриархии. Незаконно. Он не взял ни одного нарушения правила, за которое можно было бы его отлучать. Он епископ самый натуральный. Лишенный места и все больше ничего. Если будет нужда, он должен принести покаяние. Свои анафемы эти, как ненужные убрать. И служите дальше как был. Вы моё мнение слышали? Я ответил не. А можно ещё один вопрос? Только опять простите меня. Простите, что я много могу сказать. Нет, а мне нравится это. А, ну хорошо. Вы не можете ответить на вопрос, почему сейчас там бежит время? Могу. Пожалуйста. Существует разная единица измерения. Есть радиоактивные часы, которые за две тысячи лет показывают отставание в одну секунду. Главные часы... Светило. Бог дал. Луна и звёзды. Это Библия говорит. И что время бежит быстрее. Неправильное выражение. И говорит, а посмотри, как время летит. Считайте, 89-й апсалом. Там написано, и дни проходят быстро, и мы летим. Не время, а мы летим. Есть такой маленький ролик, 45 секунд. Женщина тушится, и из её ребёнок вылетает. Ленда шпырвёт, и уже показывает такой летитель ребёнок. Потом мальчик, потом видно мужчина. Ну, голый совершенно, там, в облаках. Руки так держат. И, наконец, видно, спорчены зубы. И грохнулся. На кладбище всё закончилось. Вот и всё. Это кратко 45 секундный ролик. Показано, как всё свершается. Время какое было, такое и осталось. А мере, чем лампадами, маску... Да, лампад. Владимир Владимирович. Матушка, я знаю, это не единица измерения. Фитиль может быть больше, масло может быть более загрязнённое. Единственное, мера измерения Бог дал звёзды. И он сказал, будете определять время. Только. Чё он понял? Так что говорить о том, что время летит быстро, это у меня как-то отец говорил. Раньше он контужен напротив был. Жаворонков было много, а сейчас мало. Он их не слышит. А мама в конце зрение уже стала погасать. Я помню, говорит, девочкой, было столько звёзд было на небе, а сейчас это меньше стало. Понятно. Понятно. Вот, когда война была в Сербии, при царе царь посылал войско, чтобы помочь братьям наших Рослан. Почему власть, как вы думаете, российская власть не помогла Серби? Ну, в первую очередь, правильно ли сделал царь. Правильно ли сделал царь. А потом уже надо будет говорить, надо ли говорить о втором, когда первый шаг правильно будет рассуждён. Не знаете, какого вы духа, Господь сказал. И все эти завоевания в Альпах. Куда Суворов лез? С пушками. И кому это нужно? И там ничего нету, кроме проклятия в адрес русских людей за этот мост. Нехорошим словом я его называю. По-чёрному. Ничего этого не надо было. Павел, которого убили царь, направил уже войска. Интенданты отстали в Индию, чтобы напоить лошадей и завоевать их где-то надо нам. Вот и всё. И поэтому... А это правительство вообще какая армия? Кого воевать? Только сиди уже, чтобы нас не трогали. Россия вот-вот расходится на счастье, может быть, и отдельное княжество будет. Поставленная задача мирового правительства, комитета 300, расчленить её как в Советский Союз, так и в отдельное маленькое княжество государства. А остальное всё уже разделено на картах. Китаю принадлежит, это Турция, это Англия. Поэтому мы намечали вот эту поездку за рубеж на следующий год. Но, видя какая международная обстановка, мы решили в этом году на следующий может быть поздно. Так что, согласно расчетам, а не моих, едва ли два года мирной жизни ещё будет. Едва ли, то есть в этом пределе где-то. И надо заранее приготовиться. Я в Наталусе говорю, чем неожиданнее несчастье, тем труднее переносится. Я представляю, всё загорелось, дома рушатся, домой не вернусь. Я всё время себя настрою, Господи, суды Твои праведные. Это 118-й Псалом, кто-нибудь запишите, 164-й стих. Ежедневно, семикратно прославляясь за суды правды Твои. Это суды Твои. Не надо роптать. Потому что, во-первых, это несправедливо. Два миллиарда китайцев горли режут уступами. Жить негде. Здесь мы в прошлом году проехали, а от Улан-Удэ до Читы 1200 километров ничего нет. Они обработают землю так, что ты её не узнаешь никогда. Земля Богу принадлежит. С чего ради она должна принадлежать? Ну, допустим, один человек. У него живут с женой. У них нет детей. У него 100 гектаров. Рядом живут соседи. 10 соседей. У каждого по 10 ребятишек. И у каждого по пол гектара. Справедливо? Земля не обработана. 15 миллионов гектаров заброшены. На Алтае только на одном. Миллион двести тысяч гектаров. Гектар заброшены. Вот и всё. Будут жить другие, более лучше. Мы проехали с конца в конец. Это мировая свалка. Вот куда приезжают люди, всё в мусор, в мусор, в мусор, в мусор. Я долго не мог узнать, как же немцы-то без мусора живут. Сейчас мы проехали, нету никакого мусора. Почему? А его нельзя нигде оставить. Они огородили решёткой. И тогда бывает метра четыре. И машина нигде не остановится, только несёшься по трассе. Даже промежутка, только где съезжать там, на круговую, чтобы вернуться на это. Вот мы в одном месте ошиблись. Ну, маленько проехали. Развилка. Надо направо, нам налево. А развернуться можно только там, где там. И туда мы 30 километров гоним, 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 чтобы завернуть обратно 30 километров, чтобы на свой рожок попасть. И поэтому там негде бросить мусор. И никуда в лес не запускают. А у нас в любом месте заходили. Я к своему российскому мусору соскучился и вернулся. Я знаю, что я за любым кустом спрячусь. У меня знакомый тут один в Москве. Он гидом работал. И женился на англичанке. Вот. И она здесь побыла, сколько уже привыкла. И поехала в Англию. А там все зализано, костики подстрижены. А она вернулась и говорит, я так отвыкла. Вот это беспорядок. Крапива подохнула. Мне больше нравится. Мы живем. Просто дети природы. А там как дом мертвый. Сустрительные, камни. Можно еще один вопрос? Ну вот, допустим, сейчас на Украине тенденция к тому, что они хотят свою поместную церковь. А мы же хотим с Россией быть. Ну правильно? Под русским патриархом. Да. А вот... Борется сильно об этом отец Кирилл Сахаров. Во-первых, я далеко отстаю от этого. Но скажу, что самостоятельность... Русские это русские. А которая автокипальная украинская, это совершенно законная требования. Потому что говорят, что никогда на Украине не было патриархом. Да. Я вам ответил на ваш вопрос. Поэтому воевать за против, там вот пускай Агафангел там здесь будет, пусть они решают сами. Никогда церковь за это не боролась. Никогда. Церковь сама решала. Вот вы собрались здесь и сказали, мы хотим быть именно сербским павлом. Ваше решение такое, и препятствий не должно быть. Свобода во Христе. Где Дух Господень, там свобода. Все. Но мы считаем, что Россия, Украина, Россия и Белоруссия. Этого нельзя делать. Нельзя. Решаете вы, ваш пастырь. Конечно, не без епископа. Епископ решили, сейчас вот так решили, и никому никакого нет. Мы остаемся друзья и братья. У нас этих вопросов нет. Мы слишком далеко. Но обстановка мне очень хорошо известна. И когда начинают бороться там против автокефалии, там эти громят, унияты. Это все не христианское. Любят они папу, пускай вы молятся. Но они избрали этот путь. Ну, Владимир-то нас крестил русских. Владимир где нас крестил? Владимир. Владимир-то где крестил? А крещатик знаете где? Да, знаю. Не в чашке крестил. Ну, не в чашке. Не в чашке. Христос крестил Тавиордами. Да. С чего решили, что оно ладошкой полку и хватит? Это все о католичивании. У нас в общине ни одного нет без троекратного полного погружения. Потому что апостольское пятидесятое правило, чертите себе. Оно гласит, если пастор крестит не в три погружения, да будет извержен. Он уже эту дакоризму так зря носит. Писание его отвергает. Почему? Потому что Писание утверждает, что мы погружены. Слово крещение имеет один перевод баптизантос. Погружение. Перевода другого нет. Ну, вы меня немножко не поняли. Я говорю, что он же крестил Владимир. Русь. Русь, да. Украина, Белоруссия и Россия. Видите, сегодня по историческим один документам установить очень трудно. Если утверждает так, пусть будет так. Но только мы знаем, что недобровольно это было во многих случаях. Вот стоит на иконах, стоит князь Владимир. Тут рядом воины такие, громадные воины. И меч. Раньше говорили так. Кто не со мной, тот мне не друг. Сейчас прямо говорят. Не так было сказано. Кто не со мной, тот мне враг. А он был очень крутой. Вы знаете, сколько у царя самому ножок было? Триста жён и семьсот наложниц. А триста-семьсот сколько? Тысяча. А у князя Владимира две тысячи было. И у Ранова брата Ярополка ещё одну жену отнял, а его убил. Вот такой был. А что из него Господь сделал, какой он стал? И поэтому крестил когда он в это время, он пришёл-то не к поверью, а Анну ему надо было там корсунь завоевать из-за невесты. Это обращение, это не обращение, это политический манёк был. Но мы должны сказать, всё-таки мы благословены, что избрал не мусульманство, а избрал веру православную. А уж теперь в этой вере православной мы разберёмся, что к апостольским временам относится. Мы должны быть за это благодарны. Посмотрите, прославляет царя Константина, равноапостоль, но никогда не был равноапостоль. Он до самой смерти был не крещённый и крестился у еретика и усилия. У еретика, он даже православного дня не был одного. Но церковь, за то, что государство сделало религию, признала там, что я ещё буду спорить. Но история, жития святых, прямо взгляд об этом. Почему столько было епископов? Константин не у православного епископа, крещение-то принял, так говорит о его внутреннем состоянии. Принял, татаряна. Ну что, сегодня наконец-то... Вот сейчас появилась над мирной Евангелем Матери Божьей. Слышали такое? Батюшка, если топится печка, принесите туда. Нет, я просто слышала, что появилась... Если проповедовать не то, что мы, то будет анафема. Галата, Магир 8.9. Павел говорит, еще раз говорю. Кто будет не то проповедовать, там ни одного слова нет по Ивангелу. Ни одного. Даже ангелы придут. Ангелы придут. Двенадцать апостолов. И будут вот так вот над мирно. Ты скажешь, анафема, я дай. Вот так написано. Ну, откройте его, посмотрите. Галата, Магир 8.9. Даже руки не берите. Это не надо. У церкви достаточно по триста, как называется. Триста томов по ляму. Триста томов. Двенадцать томов Жития Святых. Пять томов Добротолюдия. Вам недостаточно? Вы прочитайте, извините. Вот в сайте отдал, там начитан, моим голосом написал. Двенадцать томов за тоуст, а шесть томов Евгерма Серия. А где ваши книги почитать? На интернете можете задать так. Вопрос один. Давайте я сговорю. Сейчас я закончу. Вот. Что скажешь? Дело в чем, что если батюшка скажет, я хочу иметь эти книги, то я ему дам бумагу. У меня многие церкви получили благодарность от Патриархии, расписаться и печатать. И я подарю все тридцать восемь книг, чтобы люди могли брать. Но там две строчки есть, которые ему надо выполнить. Эти книги сохраняю и даю свободно считать. Ну это естественно. И это во всех библиотеках. Если он скажет, беру, сейчас прям при вас я их занесу. И они будут у вас. Вот решайте. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Можно вопрос? Так, подожди. Батюшка, благословляйте оставить? А кто хочет читать? А мы читали. Вы бы читали. Даже вы можете если на дому сделать так. У кого-то на дому брать, если батюшка опасается книга. Но против моих книг ни одного слова, ни один язык еще не смог ничего доказать. Почему? А они в пророческом духе написаны. Я ни одного предложения не сказал. Заглядывай в глаза. Нравится там патриарху. Я разбираю от точки до точки. Что говорят святые отцы, каноны. У меня брат священник. Я ему не подыгрываю. Но их надо применять только к себе. Потому что когда начнешь... Да. В каждой книге я делаю примерно три тысячи ссылок на Библию. Откуда это взята мысль? А в проверках никак. Как один епископ сказал, там все вот так, говорит, цементировано. Там ничего нельзя трогать никак. Там я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса. Тысяча триста проповедей. А как поступить в вашу общину? Как в вашу общину поступить? Вот если кто-то захочет спасаться. Ну, допустим, вы приехали. Да, да. Так, я сейчас скажу. Так, послушайте. Я не знаю как. Вот сестра задала вопрос один. Матушка, вот она задала вопрос. Как поступить в вашу общину? Допустим, она... Ну, как поступить? Надо жить там. Мы строим православную деревню. Я сейчас покажу, кто может поселиться. Желательно, чтобы были молодые, с детьми. Что там нужно для этого. Вы приехали. В первую очередь, вы на словах пока, что вы православные. Храм православный. Ну, если ты знаешь это... Дальше у нас вопрос стоит, крещен ли ты в полное троекратное погружение. Она скажет. А я не знаю. Я не знаю. Молодая была. Не знаешь. Шестой Вселенский Собор. Запиши. Восемьдесят четвертое правило. Это наше учение. Книга правил. Вам ее дают. Так ли? Ну, шестой Вселенский Собор. Признаете? Это 630 епископов. Нашим православным. Восемьдесят четвертое правило. Восемьдесят четвертое правило. Если ты не уверен, что ты крещен, ну, был в детдоме. Взяли в детдом. Родители погибли. Он вырос. Я не знаю, крещен. Ничтожеств умняшился. То есть, немало не сомневаюсь. Прими крещение. Хотя бы оно было вторым. Да не будешь лишен толикой благодати. Это правило. Оно очень... А если не крещен? Подумал крещен. Думать не надо. Вопрос жизни и смерти. И поэтому у нас говорят, а я крещен. Крещен, представь документы. Представь свидетелей. Это везде так требуется. Ну, нету, значит, ты не знаешь принять крещение. 6-й Сиреновский собор, вот четвертое правило. К нам приезжают иногда иеромонахи и крестятся. И опять уезжают и служат. Вот так. То есть, все должны быть крещены. Один вопрос. Писание об этом говорит. Без крещения нет спасения. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа не крестившиеся. Крестившиеся погруженные. Мне погружение к крещению никогда церковь православная не признавала. Я напоминаю, что за годы советской власти ни один баптист, адвентист, старобрядец не крестили ладошкой мокрой. А мы православные. Поэтому давайте держать это звание. И потом в моих книгах я о крещении перевожу 136 свидетельств. Каноны все до одного. Жития святых все до одного. 1137 житий перевожу. Это все на дему крещения. Что говорили святые отцы? Все тут есть. Это все в книгах крестного православия. Не смотри, что где-то не понравится кто-то. Ну, не нравится Ахаму. Я не люблю. Она обо мне хорошо не говорит. Это ничего не значит. Это не определитель Слова Божьего. Определитель Слова Божьего. Так, покажите, куда вам принести книги. Нам коробки только вернуть надо. Коробки. Книги выложим на бумаге. Впечатать свою посланную старковную и расписаться. Книги сейчас будут здесь. Отпечатать же у нас там. На приходе отпечатать. Ну, давайте решите еще просто. Я покажу сейчас как. Мы сегодня были в Одессе. И сейчас стоит Николаев по порядку. До маневки я отдал. В Польше, во всех. Гадатоларские нельзя одинаковые. Я даром это не могу. Это мой труд. Я 50 лет отдал на это. Минут 10 вы подождете. Минут 10 вы подождете. Мы съездим. Давай. Пошли. Куда занести книги? Где положить? Я не знаю, как батюшка скажет. Если благословляю, значит я их сейчас разрулю, на стол покажу. Наверное. Можно, да? Ну, взять книги. Я покажу целую пачку писем из Патриархии. Там их благодарность. Глазные. Решайте. Куда занести? В церковь можно? Где? Где? Так. Николай, помоги. Две коробки сейчас попросим. Дело в том, что когда я начинал писать книги, я не думал об них. У меня издавались отдельные листики. А листики это университетская газета издается, 999 экземпляров. А внутренние, вкладыш, а я его на 25 тысяч. И выкупаю. И тогда раздаю. И когда по одному листику расходились, пришли старобрядцы. И говорят, а книгой бы надо издать. Я говорю, а что это такое? Газета сворачивается, на углах ломается. Это книга. Я никакого понятия не имел. А кто верстать будет? А что такое верстать? Я тоже не знаю. Теперь я сам набирал их и сам верстал. Я за компьютером провел за 9 лет больше 30 тысяч часов. А глаза как? А? Глаза как? А вот смотри Господь как. Мне мысль Бог положил. Мелко тереть на самом мелком. Две морковки утром и две в обед. А потом лекарства продают, глаза закапывают. Каротин. А я ни одной капли не капал. А морковь есть? Кушать морковь, да? Морковь кушать? Морковь. Мелко. Мелко. Очень мелко. И съедать больше ничего не надо. У меня сетчатка. А вот мы едем дорогой и тоже морковь кушаем. Но это не такая, которая стружками идет, а прямо в кашицу превращается. Спасибо. И ну ешь там с хлебом там с чем-нибудь и все. Спасибо. Ну а там две морковки хорошие. Спасибо. В два раза в день. Спасибо. Я ниоткуда это не знал. Просто... Просто Бог положил. У меня дистрофия сетчатка. Это знаете как Бог делает? Я был в Америке, меня вызвали. Проповедовать пришлось там. И в Синоде. Заболел зуб. Ну а раз они меня вызвали, они страховку заплатили. И меня в кресло там положили, опрокинули. Я говорю, нельзя ли там штифт сделать, а на него там наплавляют. И нельзя. Говорит, у вас ниже десны. Надо вырвать. Я говорю, мне нельзя рвать зубы. Почему нельзя? Я говорю, я в разных университетах веду занятия. Мне нужна память полная. А какое отношение зубы и память? Я говорю, тоже не знаю, но мне... Я внутренне ощущаю, что зуб вырываете, у меня память убывает. Еще по полу. Но проходит пять лет, и вдруг показывают в газете, шведы исследовали многолетние и показывают, с каждым вырванным зубом процентов памяти убывает. Вот и все. У меня зубов нет, и я ни зуб не вырубил. Я как будто на 25-ти годах стал видеть. Вы что, не заинтересовались? Вы не заинтересовались как-то? Это Господь помогает. О морковке я не знал. Я просто внутренне почувствовал, что нужна морковка, организм потребуется. А потом рассчитывал, что коррекция. Мне кажется, что коррекция появится. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok У меня путь очень необычный. Вот нужно будет подписать А. Вот это вот. Кто из ваших хотел бы поехать по Теряевку? Тут где-то одна спрашивала. Да-да-да-да-да. Так, вот вам. Пожалуйста. Размер раз может, можете сюда беречь? Да-да-да. Так, приехать. Это можно, но бороду уже не берите. У нас все с бородами. А можно сюда? Так, приглашаем по Теряевку. Это единственное селение в России. Единственное. Ну, а там написано для разрешения, конечно. Да-да-да. Простому телеку. А сорт по разрешению лабора? Вот смотрите. Вот это вот ничего не говорит. В это время, вот это, 91-й год. В Барнаул везло. Прочитайте. Немагинально. А в это время я проходил по улице. Для меня у меня лаборатория. Они посещали меня схватить на трибун. У меня первого поставили. Я первого выступаю. И после моего выступления страсти все утихли. И все, мир надо сошлись. Они уже знали это. Вот я держу в руках Новый Завет. И я стал говорить. Виновны мы. Не надо искать. Ни коммунистов делал. Они бы не пришли, если бы мы были другими. Вот это я на площади стою перед народом. Или меня сфотографировали и сохранились. Это моя биография. Тут ничего надуманного нет. Так вот смотрите. Мне нужно вот здесь написать. А что написать? Написать, что Украина. Город такой-то. А то я знал и вам. Теперь я покажу отношения к патриархиве. Вот это пачка, ценная пачка из патриархии. Просчитайте слово. Слушайте. Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. Скандинбургская митрополия, храм-памятник на крови во имя всех святых. Это в Екатеринбурге расстрелил царя. В землероссийский просоявший духовно-просвятительский центр. Патриархи подворье. Ну все данные там дальше. Дальше что пишут? Да. Библиотека державная духовно-просвятительского центра патриархии подворье с благодарностью приняла в дар от Лапкина отец Тихоновича книги Новый Завет с толкованием блаженного профилакта с комментариями Лапкина симфония. На Житей Святых симфония, на неканонические книги Библии, где Слово Божие нет уст. А вот это вот, где мы подарили, где в Болгарии, это храм Святителя Никола, посмотрите. Только что там были. А это вот целая пачка, где в храмах Лапкинской патриархии тоже подарили. Мне зачем это? Когда спрашивают, что вы делаете? Зачем вам это нужно? Я отвечаю, мой народ, моя страна, которую я люблю. Грозная опасность и исчезновение. И мне дано сказать людям, приготовиться к этому, попытаться обратиться к Богу. И поэтому я заложил все, что здесь есть. Это мои занятия в университетах, в милиции. Я много времени вел природопрограмму по радио, за границей. Я все вложил сюда. Я скажу заранее, тут кое-кому не понравится, но упрекнуть в неправде он не сможет. Здесь правда настолько обнаженная, в самой последней инстанции. Дальше идти некуда. Вот даже я, ну она не молодая женщина, стоит у ворот. Ну стоит она сестра, а у меня надпись. С чего не собрал в юности, как соберешь в старости? Она на меня, почему ты мне такое написал? Я говорю, претензии не ко мне, а к Сирахову. Понятно. Другое что-то там говорит. Опять. А почему ты написал, а что я падшая совсем женщина? Я не знаю этого, я не говорю. Просто под фотографией я сделал надпись. Как есть такая поговорка, береги счастье с молодого, а платье с новым. Так и это. Если у тебя родилась дочь, потеряй покой, не снижай очей твоих. Смотри, дабы она не опозорила тебя в народе, не сделалась беременной в доме отца, не опротивила мужу. И дальше все перечисляет. А почему ты обо мне написал? Ну почему я написал? У меня на сердце так положено. Ну за мной же этого нет. А я и не говорю, что есть, а просто место описания. Описание, все к нам относится. Любое место. Спасибо. Так, мне ручка может быть. Давай, дайте. Спасибо. Спасибо.